Вы создали величайшую империю, венец человеческих свершений на зависть всему миру. Вы думали, она простоит вечно. Почти наверняка для многих из вас заголовок видео может показаться вызывающим. Но, к сожалению, вопреки всему хорошему, что можно сказать и вспомнить о Total War, огромная часть фанатского сообщества сегодня испытывает настоящую ненависть к текущему состоянию серии. Почему так? Ну, будучи до сих пор безальтернативным гибридом пошаговой стратегии и РТС, серия перестала привносить в жанр инновации, впала в стагнацию и ничтожность. А с выходом Warhammer 3 и Pharaon стало заметно откровенно наплевательское отношение к собственной аудитории. В фанатах как будто бы стали видеть бездумных потребителей в самом оскорбительном смысле этого слова. Разработчики подкрепляли повышение цен угрозами прекратить поддержку игр, банили недовольных, утверждали, что право на обсуждение — это привилегия, а не право, которое вы зарабатываете, играя в игру. Даже значительные финансовые успехи трилогии Warhammer как будто бы более не способны спасти положение. Третья часть разваливалась в руках, а исторические игры или выродились, или были вовсе заброшены, пока огромная часть разработчиков тратила время на создание собственного клона PUBG и Escape from Tarkov под названием Hainos. Очень долго детали плачевного состояния студии были недоступны общественности, что вынуждало фанатов спекулировать, основываясь на крупицах имеющихся данных и строить какие-то взаимосвязи. Но после отмены Hainos'а и увольнения массы сотрудников студии, информация полилась как из рога изобилия. Благодаря анонимным сливам на каналах Volunt и Bellylar News, сообщество получило возможность взглянуть за кулисы, понять, насколько в Creative Assembly все плохо, кем и в какой момент были допущены непоправимые ошибки. Сегодняшнее видео — это не история серии. Это в первую очередь попытка исследовать все просчеты кампании, вычленить точку невозврата и связать разрозненные свидетельства в единый рассказ. В нем будет много допущений, много сгущенных красок, много критики, много анонимных источников, но самое грустное — много ответов на повисшие в воздухе вопросы. Вас приветствует канал Time Video Game. Текст написала Солуцкая, а озвучил его, как всегда, закадровый Дмитрий Зубарев. Сегодня, к нашему огромному сожалению, мы постараемся разобраться, за что же ненавидят Total War. Грядет война. Наши враги наверняка дрожат от ужаса. Их ведут напыщенные глупцы и отчаянные идиоты. И им придется дорого заплатить за это. Воздух наполнился дымом и кровью. История Creative Assembly началась аж в 1987 году. В первое время все было весьма скромно. Команда занималась лишь портами чужих игр. Через несколько лет эта дорога довела студию к Electronic Arts. Для издателя Creative Assembly создавала ДОС-версии ранних FIFA, а затем и вовсе стала разрабатывать собственные спортивные игры, причем посвященные не только футболу. Так бы коллектив и остался одним из множества рабов EA Sports, если бы в 1995 свет не увидела Command & Conquer. Стратегия в реальном времени от Уэствуд породила целую волну RTS всех мастей. Многие банально копировали CNC практически в каждом ее аспекте, но при этом все равно продавались. И продавались неплохо. Это и натолкнуло Creative Assembly на мысль. Мы поиграли в один из CNC-клонов Crash, Kill & Destroy. И это была полная фигня. Но потом мы узнали, что купили ее более 600 тысяч раз. И тут мы задумались. Батрачишь круглый год на EA Sports ради каких-то 100 тысяч копий, а всякой ерунды продается больше полумиллиона. Так сделаем же свой клон. Этим клоном в итоге стала Sjogun Total War. Да, одна из самых инновационных, масштабных, стратегических видеоигр задумывалась, ну, попроще. Изначально это должен был быть проект категории B, без претензий на мировые продажи и каких-то геймплейных прорывов. Абсолютно типовая RTS, массовый продукт в духе спортивных аркад, которые на тот момент создавала Creative Assembly. Задача была проста — заработать деньги. Ни репутацию и ни славу. Причем с самого начала решения были не самыми типовыми. Например, в качестве сеттинга разработчики выбрали тогда не самую представленную в играх Японию периода Сенгоку — феодальных войн XVI века. В Creative Assembly утверждали, что такой выбор был продиктован крутостью этой эры. Хотя мы все же полагаем, что проект о феодальной Японии попросту казался им проще. Сами посудите. В игру можно добавить множество фракций, а отличаться они будут главным образом титульным цветом. Тоже можно сказать и о технологическом древе. Оно довольно глубокое и включает в себя даже пороховое оружие. Но при этом разработчикам не нужно было выдумывать какие-то индивидуальные особенности для других наций, поскольку в игре они попросту отсутствуют. Так и с балансом проблем куда меньше. Ну, впрочем, самураи действительно выглядят круто, и игру про них продать не так сложно. Во время промо-компании можно даже утверждать, что искусственный интеллект противников руководствуется, вы только вдумайтесь, принципами из трактата искусства войны за авторством Суньцзы. В принципе, это можно понять, ведь мы сами своего рода фанаты творчества восточного философа. Вот, например, хорошая цитата оттуда. «Выстави солдат там, где враг ожидает, а там, где не ожидает, подписывайся на Бусти и Патреон ТВГ. Там много дополнительного контента». Да, серьезно, там так и написано. В описании ссылка на наш Бусти и Патреон. Суньцзы не врет, вы что, это же Восток, дело тонкая, философия, понимать надо. Все там в описании есть, по ссылкам все станет понятно, только нужно перейти. Все, поехали дальше. Другое необычное решение Creative Assembly — попытка сделать игру полностью трехмерной. Тогда, как никак, немалую популярной стали обретать видеокарты с 3D-ускорителями. У команды, правда, не получилось в полной мере реализовать задумку. Трехмерным оказался только игровой ландшафт, а юниты остались спрайтовыми. Тем не менее, даже это было более чем достаточно, дабы выделить игру на фоне конкурентов. Так подумали и разработчики. Благодаря летающей по полю боя камере первая Total War уже не казалась вторичным клоном CNC. Команда начала думать, что же еще может придать ее игре новизны. В итоге последнюю вишенку на торте добавил негласный отец Total War по имени Майкл Симпсон. До своего прихода в Creative Assembly он уже имел опыт разработки стратегических игр, причем одной из них была Lords of the Rising Sun, тоже о самураях. Ее отличительной чертой было сочетание элементов пошагового и динамичного геймплея. Ту же концепцию Майкл и решил добавить в новый проект. Так относительно короткие битвы в реальном времени разбавились пошаговыми решениями на глобальной карте. Не стоит забывать и о серии Lords of the Realms, которая концептуально была предельно близка к серии Total War в том, что касается симбиоза тактического и стратегического игрового процесса. Таким образом, Total War не была вот уже совсем самородком, у нее были предшественники. Но это не отменяет заслуги Creative Assembly. Разработчики, не имея большого опыта за плечами, пошли на риск и привнесли в жанр инновацию. Отход от привычных спортивных симуляторов и изучение нового — это сложно, это требовало многих усилий. Но, как быстро выяснилось, результат себя полностью оправдал и решение было верным. В школе ProductStar это прекрасно понимают. Поэтому команда специалистов обеспечит вам плавный переход в IT с помощью курса «Разработчик Python». Курс рассчитан не только на желающих расширить багаж знаний языков программирования, но и на людей, незнакомых с IT-сферой вовсе. Обучение можно свободно совмещать с текущей работой и личными делами. Не нужно бросать то, чем вы зарабатываете сейчас. В школе ProductStar не обещают, что будет просто, но гарантируют, что сделают все возможное для создания студента, востребованного на рынке специалиста. Школа обеспечивает трудоустройство выпускника, и этот пункт прописан в договоре о ферте, который можно найти на любой странице сайта. Если специалист не найдет работу, то школа обещает вернуть деньги. К тому же в ProductStar готовы вернуть деньги, даже если человек уже устроился, но спустя месяц понял, что IT – это не для него, или перевести студента бесплатно на другой курс после консультации с ментором. Во время прохождения курса вы не только постигнете азы программирования, но и изучите одну из трех сфер применения Python – WebDev, DevOps или Data Science. Разумеется, необходимо будет пройти настоящую стажировку в компании-партнере школы, и под наставлением ментора сделать более 10 проектов для портфолио. Это даст первый опыт и, как следствие, конкурентное преимущество на рынке. Ребята из ProductStar сопровождают своих студентов на протяжении всего трудоустройства, вплоть до окончания испытательного срока. Кроме того, команда не побоится запариться и найти топового разработчика, который абсолютно бесплатно проведет с вами тестовое техническое собеседование. А если не хотите работать в компании, ProductStar обеспечит вас заказами на крупнейшей в России фриланс-площадке FL.ru. Становись Python-разработчиком вместе с ProductStar. Переходи по ссылке в описании, используй промокод и получай 60% скидку и тестовое собеседование у топового разработчика. В общем, как-то так Creative Assembly и создала Total War, не отрываясь от параллельного производства спортивного шерпотреба, кстати. Это еще сыграет свою роль. Один вопрос – а откуда вообще у команды взялись деньги на разработку уже совсем не второсортной RTS? История эта оказалась несколько загадочной. Финансирование для будущей RTS-а Японии пришло из неожиданного источника. Поддержало проект EA. Только не головной офис, а региональное отделение EA Australia. Для компании креативщики ранее разрабатывали симулятор австралийского футбола. Со стороны филиала Electronic Arts это был весьма смелый шаг. Но, как оказывается, помог не только он. Часть средств выделила некая Dreamtime Interactive. Ее название не фигурирует ни в каком другом игровом проекте. Она буквально появилась из ниоткуда, профинансировала Creative Assembly и исчезла в никуда. В итоге попытка добыть легких денег вылилась в удивительно проработанный проект с умелым совмещением механик, казавшихся ранее несовместимыми, и тщательным вниманием к истории. Благо, игроки это заметили. Сёгун продала стиражом около миллиона копий. Успех Сёгун необходимо было закрепить. Выпустив к игре одно расширение, Creative Assembly решила ковать железо, пока горячо. Как рассказывал Джеймс Рассел, один из разработчиков серии, студия одновременно запустила в разработку сразу два новых проекта. Medieval Total War на старом движке и Rome Total War на новом. Звучит определенно рискованно. Но, как мы уже говорили, даже во время разработки Сёгун команда не отрывалась от спортивных симуляторов, так что какой-никакой опыт многозадачности у нее был. Конечно, параллельно делать сразу две глобальные стратегии куда сложнее, но Creative Assembly все равно была в себе уверена, а вместе с ней и новый издатель в лице Activision. Первой из двух игр вышла Medieval. Несмотря на единство движка, на фоне Сёгун она не казалась ленивым сиквелом или раздутым дополнением. Стратегия слету поразила игроков своим масштабом. Благодаря дополнительному времени на совершенствование движка команда смогла увеличить количество отрядов на поле боя аж в пять раз. В проект добавили множество новых механик. Например, красочный режим осады. Появились религии, улучшенный ИИ, увеличилась роль дипломатии, причем последняя нисколько не приукрашиваем. В Medieval можно победить, даже не сражаясь. Elected by his lesser princes, the Kaiser holds the fate of Europe in his hands. Providing peace and security throughout his mighty realm, he defends Christendom from the heathens beyond his borders. Truly does he deserve the title of the Holy Roman Emperor. Но Rome Total War пошла еще дальше. В разработке проект пробыл почти 4 года. Серьезный даже по сегодняшним меркам срок. Факт, одновременные разработки некоторое время держался в тайне. Так что пока конкуренты Creative Assembly пытались повторить успех Сёгун и Медивл, их ждал неприятный сюрприз в виде практически готовой игры нового поколения. Rome Total War вывела серию на качественно новый уровень. Благодаря модернизированному графическому движку битвы с тысячами юнитов стали производить неизгладимое впечатление. Тем более впервые все подконтрольные войны стали трехмерными. Примечательно, что еще до выхода игры ее движок был использован для моделирования исторических сражений в британском ТВ-шоу Time Commanders на BBC. Смысл передачи был в том, что случайные люди, примеряя на себя роль генералов и лейтенантов, отдают своим подопечным команды и воспроизводят известные битвы. Следом военные историки анализировали их действия и сравнивали с тем, как те же сражения проходили в реальности. При этом сами участники напрямую не играли. Чтобы присутствовал эффект сломанного телефона, генералы проговаривали команды лейтенантом, а те — сотрудникам Creative Assembly, которые сидели за компьютерами. Стоит отметить, что вся затея исходила не от разработчиков, а от телеканала. Вы только вдумайтесь, не разработчики видеоигры заплатили телеканалу за несколько сезонов трансляции, по сути, летсплеев их и видеоигры на ТВ, а телеканал платил разработчикам за это. Великий маркетинг. Но не визуалом единым была богата Роум. Игроки снова получили массу новых механик. Так впервые в серии появилась концепция отдельных городов, возможность свободного перемещения по карте, очки передвижения. Снова выросло количество фракций. Если в Сёгун их было всего семь, а в Медивил — двенадцать, то Роум порадовала выбором аж из двадцати одного варианта. Проект удауса, и его успех был очевиден. Роум попала в топ-20 самых продаваемых компьютерных игр 2004-го и сохранила свою позицию даже в 2005-м. Масса положительных отзывов и немалая прибыль привлекли внимание довольно необычного издателя. Японская Sega решила попробовать себя в сотрудничестве за океанскими коллегами. Не менее необычным был и тот факт, что и Creative Assembly таки удалось уйти к другой компании. Серия принесла Activision немало денег, а Бобби Котик был не из тех, кто просто так отпускал от себя успешные коллективы и франшизы. Но, тем не менее, отпустил. Доподлинно неизвестно, во сколько это обошлось Sega, но американский издатель в благородство явно играть не стал бы. Есть мнение, что желание продать Creative Assembly у Activision было обусловлено тем, что в то время в ПК-рынок она верила мало. Было представление, что будущее за консолями, потому держать у себя в активе разработчика в первую очередь игр для персональных компьютеров для издателя могло казаться риском. Но это только предположение. Наверняка можно сказать только одно. Отношения с издателем были натянутыми. По словам Тима Ансела, Activision не была очень дружелюбной. А если бы Sega не захотела приобретать студию, то через три недели у разработчиков кончились бы деньги. И всё, пиши пропало. Японская же компания объясняла стремление приобрести новую студию желанием уверенно зайти на рынок Северной Америки и Европы, а также получить присутствие на ПК. Именно под патронажем Sega к Roam Total O вышло два дополнения. Полноформатная Barbarian Invasion, посвященная падению Рима, и достаточно скудное дополнение про Александра Великого, добавившее контент исключительно для одной фракции. Если Barbarian Invasion оказалась любимой всеми, и без него Roam теперь уже и представить невозможно, то попытка продать второе дополнение с не в пример меньшим наполнением подумать только провалилась. DLC получила посредственные оценки и не добилась успеха Barbarian Invasion. Creative Assembly тогда прислушалась к критике фанатов, но, как оказалось, это был лишь первый звоночек. Хотя было ещё одно обстоятельство, которое нельзя обойти страной. Дело в том, что примерно в период знакомства с Sega студия была поражена страшной и малоизученной болезнью под названием «жанровая дисфория». Ну или расстройство жанровой идентичности. Это дистресс, который разработчик испытывает из-за несовпадения между жанровой принадлежностью своих игр и теми жанрами, над которыми он хочет работать. Болезнь почти неизлечима. Под покровительством Sega была начата разработка консольного слэшера-спин-оффа Total War под названием Spartan Total Warrior. Причём её создание не было идеей издателя, как можно было бы подумать. Напротив, это именно Creative Assembly хотела попробовать свои силы на консольном рынке и освоить новый жанр. Sega же, как мы указывали, пыталась закрепиться на рынке игр на ПК. Короче говоря, два одиночества встретились. Плодом их саития стал довольно средний слэшер, который невероятно быстро затерялся на фоне God of War и Kingdom Under Fire Heroes. Из отличительных особенностей — отход от историчности в сторону мифов и довольно масштабный игровой процесс с баталиями при участии десятков и сотен NPC. В остальном же это был предельно дубовый хак энд слэш. Потраченные на него деньги и силы было бы полезнее использовать при разработке DLC про Александра Македонского. Впрочем, к огромнейшему сожалению, дубовый хак энд слэш не значит безнадёжный. Игра получила сдержанные отзывы, и Creative Assembly показалось, что направление было нащупано. И они были в целом правы. Направление в самом деле было нащупано. Но куда? Игры серии выходили почти как по метроному. 2002 год — Medieval, 2004 — Rome, 2006 — Medieval 2. И хотя все они были отличными, невольно задаёшься вопросом, а куда разработчики так гнались? Ответ, как нам видится, на поверхности. Если в 90-х рынок видеоигр был наводнён клонами Command & Conquer, то нулевые запомнились попытками скопировать уже Total War. Одной из самых успешных стало Imperial Glory 2005 года, предлагающее схожее сочетание пошагового и реал-таймового геймплея, но в декорациях наполеоновских войн. Мои враги много, мои равнии нет. Чтобы успешные копии не могли затмить оригинал, Creative Assembly нужно было своевременно, без долгих простоев, выпускать новые, более совершенные технологические части, и к тому же охватывать новые исторические периоды. Что называется, задачка со звёздочкой, ведь в таком ударном темпе не получится бесконечно совершенствовать серию. Логика вновь подсказывает, что, как и в случае с парой Roam Medieval, нужно разрабатывать игры параллельно. Один проект на базе уже имеющихся технологий, и второй более инновационный. План уже доказал свою эффективность, значит, можно повторить. На сей раз разделение проектов оказалось более отчётливым. В Англии основной костяк Creative Assembly готовил грандиозный проект в новом временном периоде — Empire. В то же время австралийскому филиалу компании были переданы все материалы по Roam и Barbarian Invasion для создания Medieval 2. Начнём с последнего. Любопытным является тот факт, что идея создания Medieval 2 принадлежит именно Sega. Её это образовавшееся окно между релизами Roam и Empire волновало не меньше, если не больше, чем Creative Assembly. Так что команда из Австралии работала в условиях немалой спешки, поэтому сиквел Medieval был по сути ремейком на движке Roam. Но окромя времени не хватало и опыта. Пусть помогать австралийцам приехали несколько сотрудников из Англии, подавляющая часть работников филиала ранее не имела отношения к стратегической серии и в послужном списке в основном имела лишь спортивные игры. Для того, чтобы игра не выглядела слишком уж наглым повторением первой части, было принято решение раздвинуть временные рамки и увеличить время хода с полугода до двух лет. В итоге Medieval 2 доводит игрока до эпохи колонизации и даже позволяет мельком увидеть американский континент, пусть и всего одним глазком. Среди других геймплейных новшеств, система гильдии для специализации городов, отдельная прокачка правителей и их подчиненных, более заметная роль религии. Дополнение Kingdoms принесло аж четыре компании, одна из которых отлично развивала тему колонизации и сполна радовала фанатов сражениями в Америке на стороне как колонизаторов, так и коренных племен. Проект получился солидным, особенно если сделать скидку на малоопытность команды. Для многих Medieval 2 до сих пор является лучшей и любимой частью серии, надо признать, заслуженно. С годами, конечно, забылось то, что на релизе техническое состояние Medieval 2 оставляло желать лучшего, но во всяком случае у этого были понятные и очевидные причины, да и сама игра пришлась, что называется, в кассу. Тем не менее, все фанаты понимали, что впереди их ждет по-настоящему прорывной для серии проект. Роум, как и вторая Medieval, работали на движке Total War Engine. Со своей работой он вполне справлялся, но для Empire британский отдел Creative Assembly решил создать новую технологию. Так родился Warscape. Качественно новый движок, позволивший увеличить масштаб проектов и их производительность. А свой дебют Warscape получил в новой части серии под названием Empire Total War. Оправдались ли ожидания фанатов? Ну, отчасти. Главной особенностью проекта стали морские баталии. И вот они просто восхитительны. Новый движок сверкает здесь на все деньги. Детализация кораблей и их разрушение взрывало мозг геймерам конца нулевых, а уж водная гладь и вовсе выглядела как что-то из следующего поколения. Разработчики настолько гордились Warscape, что всерьез обсуждали идею об его использовании вне серии Total War. Кто-то даже предлагал создать пиратскую ММО, но дальше обсуждений дело так и не зашло. И слава богу. Как видим, призрак Skull and Bones бродил по Европе еще 15 лет назад. Естественно, изменившийся сеттинг привнес и другие новшества. В сражениях стала применяться тактика линейной пехоты, а роль артиллерии существенно возросла. К тому же разработчики предприняли попытку развить социально-политические механики, пусть в итоге различия между монархией и республикой получились не столь значительными. Игру приняли очень тепло. Empire продалась так хорошо, что ее рекорд долгое время не могли побить следующие части серии. Успеху игры даже не воспрепятствовало гораздо меньшее количество пользовательских модификаций и обилие в игре изумительных в своем неповторимом великолепии багов. Да, выглядела Empire красиво, но вот стабильность ее работы была совсем не гарантирована. А те, у кого все же получалось добиться более-менее стабильного игрового процесса, сталкивались с неожиданно пассивным искусственным интеллектом, что разумеется было на тот момент именно что багом, а не фичей. Майк Симпсон, тогдашний руководитель студии, даже вынужден был как-то прокомментировать общее состояние Empire. Во-первых, он, разумеется, признал, что состояние это было плачевным. Так, например, он поведал, что у него было шесть копий игры, которые планировалось разослать близким друзьям. Но Майк не стал этого делать после релиза, потому что ему было слишком стыдно за то, как игра работала. Отослал он эти копии позже, ближе к релизу версии 1.5. Но был еще один момент, который уже тогда, в 2009 году, демонстрировал некоторую оторванность руководства студии от геймеров. Процитируем его слова дословно. Отзывы пользователей напрямую влияют на продажи, а это уже влияет на то, насколько позитивно наш издатель смотрит на будущее Total War, что, в свою очередь, определяет, сколько мы сможем потратить на следующие игры. Обычно это именно такой замкнутый круг. Это позволяет нам быть очень амбициозными в отношении того, чего мы пытаемся достичь. В Empire Total War этот замкнутый круг немного сломался. Сообщество использовало пользовательские оценки и комментарии на таких сайтах, как IGN и Metacritic, чтобы подчеркнуть слабые места игры и попытаться побудить нас исправить существующие проблемы, прежде чем работать над чем-то новым. И я не говорю, что мы не заслужили того, чтобы нам бросили изрядное количество слабесных кирпичей. Однако переусердствование с критикой например, я считаю, что оценка пользователей на Metacritic в 67% несправедлива, имеет эффект противоположный задуманному. Геймеры, а также обозреватели, розничные торговцы, маркетологи и руководители издательств будут сторониться Total War. Это может означать меньше продаж и меньше денег, которые можно будет потратить на повышение качества игр. То есть с одной стороны ошибки как бы признаны и будут скорости исправлены, а с другой стороны вот это увечевание в духе «не критикуйте игры, а то сломаете нам всю нашу отлаженную схему» отдает неприятным душком и попыткой манипулирования. Тогда какой-то заметной реакции на такого рода заявление еще не последовало. Но рекомендуем вам запомнить эту мыслительную конструкцию. Она нам еще понадобится ближе к концу ролика. Также, как мы полагаем, немалую роль в техническом состоянии проекта сыграло очередное обострение синдрома жанровой идентичности. За год до релиза «Импайра» разработчики выпустили «Вайкин Баттл Фор Асгард». Снова консольный слэшер, снова масштабные сражения, снова построенные вокруг мифологии и история. Конечно, проект все же имел отличия от Спартан Total Warrior. Во-первых, попытка в эдаке открытый мир, а во-вторых, осады городов. Последнее больше всего хочется сравнить с Shadow of War с оговорками, конечно. НПС активно избивают друг друга, а игрок бегает по контрольным точкам и помогает их отхватывать. Но изменений этих было недостаточно. Если Спартан вроде как даже немного продалась, то Вайкинг, избавившаяся от привязки к бренду Total War, прошла мимо покупателей. Зато вот что Battle for Asgard однозначно получилось, так это перетянуть на себя время и ресурсы, которые невероятно пригодились бы для полировки Empire. Но вернемся же обратно к Total War. Кемпайр команда выпустила лишь одно DLC The Warpath Campaign. В нем добавили пять индейских наций и новую компанию, фактически четверть от содержимого Kingdoms для Medieval. Справедливости ради стоило оно тоже дешевле, но не в четыре раза. Главное ноу-хау Empire морские бои не получили развития в дополнение индейцы были полностью лишены флота и в целом выглядели достаточно отстало на фоне европейских фракций. Мы бы сказали, что в этом наверное и смысл, но даже между собой индейские фракции не сильно отличались. Глядя на современные юнит-паки забавно вспоминать, как The Warpath Campaign называли микродополнением, а ведь там была целая компания. В любом случае тенденция на урезание объема DLC уже начала прослеживаться. Одновременная разработка на двух континентах в целом удалась. Финансовый успех Empire был значительен, несмотря на сомнительные рейтинги, и он позволил продолжить явно убыточные консольные эксперименты, ведь жанровая дисфория тем временем продолжала пускать свои метастазы. Так в 2009 австралийский филиал ответственный за вторую часть Medieval выпустил тактику в реальном времени, заточенную главным образом под консоль. Имя ей было Stormrise. И она просто ужасна, словами не описать насколько. Мы даже не видим особого смысла как-то глубоко обсуждать сие творение. Это видео все-таки не история серии или студии. Данный материал скорее анамнез. Поэтому геймплей проектов мы рассматриваем настолько глубоко, насколько это нужно для распознания течения болезни. И из инцидента под названием Stormrise можно вынести лишь одно. Игра была настолько провальна и настолько плоха, что Sega и Creative Assembly в итоге даже отменили к ней второй патч. А список грядущих исправлений там был наше почтение. По сути обновление должно было полностью переработать искусственный интеллект и баланс. Но разрабатывать и сертифицировать его было пустой тратой денег и времени, так что затею свернули, а творческого директора игры уволили. Жестко? Да, жестко. Более того, неожиданно жестко. Но обеспечивая такой мощью требовала декоративного сочетания, который мы не имели. Вот в чем дело. Между Creative Assembly и Sega тогда просматривалась довольно необычная динамика взаимоотношений, на которой нам стоит остановиться поподробнее. Японский издатель по собственному желанию закрывал глаза на все, что творилось у разработчиков в Лондоне. Казалось, будто компания готова была выписывать чеки на все подряд и кивать гривы в ответ на любые потуги сделать слэшер. В то же самое время в отношении австралийского филиала Sega проявляла куда больше участия и вела себя на порядок более строго. Хоть идея создания Stormrise и принадлежала Creative Assembly, но в отличие от всяких Viking и Spartan Total Warrior в отношении этого жанрового эксперимента издатель уже не церемонился. Именно Sega приняла решение покончить с неудачным проектом как можно раньше и наказать виновных. То есть пока провальные эксперименты происходили в Лондоне, японцы нос в это не совали. Стоило таковому эксперименту случиться в австралийском отделении, головы тут же полетели с плеч. Несмотря на то, что австралийское отделение доказало, что оно тоже способно делать качественные Total O на примере Medieval 2, но что позволено Юпитеру, то не позволено Быку, видимо. Не поймите неправильно, учитывая качество Stormrise, решение прикрыть проект было единственно верным, но неожиданная резкость и непоследовательность со стороны Sega выглядела странно. Издатель впоследствии переименовал австралийский филиал креативщиков в Sega Studios Australia и переправила его под свои нужды. Лондонский офис оказался последним оплотом Creative Assembly, впрочем, не то, чтобы британские сотрудники особо от этого страдали. Казалось бы, по логике вещей, теперь-то Sega должна строже относиться к любым поползновениям Creative Assembly в другие жанры. Так? А вот как ни странно, нет. Даже напротив, после череды слэшеров категории B, Sega согласилась поэкспериментировать еще раз и выделила Creative Assembly деньги на разработку хоррора по франшизе «Чужой». Потому что, ну знаете, жанровая идентичность снова дала сбой. И, да, говорим мы об Alien Isolation. Интересно, что до недавнего времени особое отношение Sega к британскому офису Creative Assembly совершенно не было достоянием общественности. В 2020 году на канале Noclip вышла документалка о создании Isolation, и в скорости после этого новостные сайты все как один цитировали оттуда слова одного из разработчиков. Дескать, Sega хотела, чтобы разработчики сделали проект по олимпийским играм, но Creative Assembly уперлась, собрала на коленке короткую демо и убедила издателя пойти на уступки. Чаще всего это подавалось как классическое противостояние маленького беззащитного разработчика с большим и грозным издателем. Что не совсем так. Сам разработчик видео говорит, дескать, что ему именно кажется, что Sega хотела от команды проект про олимпийские игры. Судя по всему, конфронтации как таковой не было. Тональность совершенно иная. А Sega свою игру про олимпийские игры в итоге все равно получила от перепрофилированного австралийского отделения. По анонимным сообщениям некоторых разработчиков, Creative Assembly, возможно, вообще к тому времени, была самой прибыльной студией для Sega. Издатель явно не был предрасположен к тому, чтобы убивать несущую золотые яйца курицу. Все это к чему? Важно зафиксировать, что Sega в конце нулевых и начале десятых проявляла какую-то феноменальную готовность идти навстречу любым экспериментам Creative Assembly. И готовность эта напрямую зависела от прибыльности основной линейки Total War. Разумеется, все это еще сыграет свою роль. Но в то время разработка Isolation еще была процессом фоновым и скрытым от любопытных глаз общественности. Фанатов Total War тогда в первую очередь интересовала именно их любимая франшиза. Так вот, параллельно доработке Empire после релиза разработчики решились по-быстрому выпустить новую часть. В итоге Наполеон Total War затронула самый короткий временной промежуток в истории серии и во многом скорее походила на аддон к прошлой игре, чем на что-то самостоятельное. С одной стороны, разработчиками была проделана огромная работа, доведен до ума крайне неудачный мультиплеер из Empire, отполирован движок, предложен режим кооперативной игры. С другой стороны, вообще ничто не мешало сделать Наполеон качественным, крупным дополнением. Ничто, кроме жадности, естественно, ведь посудите сами, если подать крупное дополнение под видом новой отдельной части, которая еще и совершеннее с технической точки зрения, чем предыдущая, значит, преданные фанаты поспешат ее взять. И к тому же, к ней можно выпускать свои отдельные DLC. Всего к новой части выпустили два платных дополнения, причем одно из них содержало всего лишь набор юнитов и только одну новую битву. В некотором роде Total War о похождениях Наполеона стала пробой пера в уменьшении масштабности игр. Конечно, продажа урезанной стратегии по полной стоимости не прошла незамеченной, но все же рейтинг новой части оказался довольно приемлемым, равно, как и полученный доход. Франшиза все еще могла себе позволить содержать не только стратегическую команду, но и консольную. Где-то на фоне продолжали ковать Alien Isolation, которое, как чеховское ружье, вот-вот выстрелит в самое неожиданное место. Переход на новый движок, отполированный в процессе создания Наполеон Total War и развития игрового железа позволило серии сделать ощутимый графический шаг вперед. Но вместо, казалось бы, напрашивающегося уже плавного перехода к войнам 20 века, который, между прочим, яро ожидали некоторые фанаты серии, Creative Assembly вернулась к истокам. В 2011 году вышла Сёгун 2, а в 2013 вторая Rome Total War. Если в Empire персонажи состояли примерно из 2000 полигонов каждый, то во второй Сёгун, появившийся всего два года спустя, их количество увеличилось аж в два раза. В Rome 2 некоторые юниты и вовсе могли похвастаться семью тысячами треугольников, что уж там, в сиквеле Rome одни только снаряды содержали больше полигонов, чем персонажи оригинальной игры. Естественно, всё это было невозможно без расширения штата. Если над оригинальной Сёгун работало не больше двух десятков сотрудников, то создание второй части объединило уже больше сотни людей. Усложнились и анимации. Захват движения актёров для новых частей проводился с использованием аж 46 камер. К релизу Сёгун 2 даже изменили стиль наименования частей серии. Если ранее сначала шло название эпохи, а уже после него приписка Total O, то теперь стало наоборот. Сначала название серии, а после эпохи. На наш вкус читать так намного труднее и куда как менее привычно, но готовы признать, что это имеет смысл для узнаваемости бренда. К тому же игры серии в библиотеке теперь расположены аккуратно в один ряд, а не разбросаны по ней. Удобно и все было бы великолепно, если не одно жирное но. Продажи Сёгун были неплохими, однако рекорды и Эмпайр они так и не побили. Внезапно студия столкнулась со страшным осознанием, фанатская база перестала расти, а флагманская франшиза нести все больше денег. Именно это наблюдение и сделанные из него выводы запустили тот каскад событий, который в итоге привел серию к сегодняшнему состоянию. Да-да, можно сказать, что подоткос Total War пошла еще во времена Сёгун-2, а не первый Орхаммер. Вы можете сказать, ну, подумаешь, не растет, с каждым случается. Как это может быть отправной точкой состояния серии сегодня? Почему в Creative Assembly посчитали, что перед ними серьезная проблема, которая требует радикального решения? Давайте же сведем все происходящее вокруг Total War воедино и постараемся дать ответы на эти вопросы. Итак, в 2011 году у Total War по сути нет конкурентов. Это все еще относительно нишевая, но кассовая франшиза. Creative Assembly вполне вероятно самая прибыльная компания в рукаве у Sega, что обеспечивает ей особое положение во взаимоотношениях с издателем. И это чистая правда, что почти любой другой разработчик похожей ситуации не ощутил бы на себе каких-то серьезных последствий и не менял бы свою модель взаимодействия с потребителем только из-за того, что фанатская база перестала в какой-то момент бить рекорды. Но не Creative Assembly. Во-первых, потому что в отличие от многих других разработчиков, у создателей Total O накопился не только багаж успехов, но и не менее значимый вагон обязательств. Необходимо было откуда-то брать ресурсы на пост-релизную поддержку Сёгун-2, параллельную разработку Roam-2 и, естественно, Alien Isolation, которая к тому времени даже не приблизилась к релизу. Статус одной из самых прибыльных студий Sega требовалось поддерживать. Коллектив рос, увеличивались и расходы. К тому же, чем больше компания, тем дальше руководящий менеджмент отдаляется от непосредственного производства. Художественный процесс подменяется бюрократизацией. В какой-то момент руководство больше не видит игры как произведения, которые кому-то там должны нравиться. В то же время и простых разработчиков они не воспринимают как самостоятельные творческие единицы. И то, и другое становятся активом, который можно заменить. Самый важный показатель при этом это график продаж. Линия, на котором всегда должна смотреть вверх, а не вниз. Помните слова Майка Симпсона про замкнутый круг, который позволяет вкладывать в новые части все больше и больше ресурсов? Но вот этот самый круг на релизе Сегун 2 не просто сломался, а оказался под угрозой уничтожения. Во-вторых, примечательна также роль Сега в развитии как серии, так и студии. Проговорим еще раз. Обычно издатели критикуют за то, что те лезут слишком часто и слишком не к месту. Если Сега особо не лезла, то вам даже из этого ролика могло показаться, что это что-то хорошее, что мы так издателя хвалим или выставляем в лучшем свете. Но мы не подразумеваем, что Сега какие-то благодетели бессеребренники. Сега просто не считали нужным это делать. Издатель не вмешивался во внутренние процессы студии, но вполне мог бы, если прибыль от Total O покатилась бы вниз. Высокие финансовые показатели Total O являлись броней от пристального взгляда со стороны японцев и неминуемых увольнений. А увольнять вообще-то было за что. Судя по тем же упомянутым нами сливам на каналах Воланд и Белли Лара Ньюс, Сега прекрасно знали или как руководство Creative Assembly делают свою работу сомнительно. Дело в том, что выгорание и даже увольнение случались студии постоянно, особенно после начала разработки Alien Isolation. Согласно корпоративной культуре команды с уходящим из Creative Assembly проводится что-то вроде финальной беседы. Во времени ее без пяти минут бывший сотрудник может поделиться своими впечатлениями от работы и раскрыть причины ухода. Причем на таких интервью присутствуют представители не только студии но и издателя. Казалось бы практика-то просто отличная ведь полученная обратная связь определенно должна была помочь улучшить коллектив. Правда ведь? Если бы к фидбэку увольняющихся кто-то прислушивался думаем нам бы вовсе не пришлось сделать этот ролик но этого не произошло. Многие уходящие сотрудники во время этих бесед доходчиво подробно в красках и с конкретными именами рассказывали кто в руководстве является слабым звеном из-за которого все рушится. И почти всегда в таких беседах звучали одни и те же фамилии. Выходит Сега знала о проблемах из первых рук но не делала ничего. Происходило одним словом попустительство. Но почему так? Ответ на эту загадку сокрыт туманом войны и традиционной скрытностью азиатских компаний. Нам остается лишь предполагать. Поскольку сумрачный японский гений имеет крайне мерзкую манеру сравнивать абсолютно все свои активы с богомерзкими починкомашинами скорее всего они спускали какие-то кипиай и были таковы. Мол британцы вы конечно молодцы но должны сделать вот столько то проектов заработать вот такое количество денег а остальное мало нас волнует. Во всяком случае это то впечатление которое мы получили во время изучения всего массива данных для этого ролика и все это подводит нас к третьей причине почему Creative Assembly вынуждена была изменить подход к распространению игр серии. Важным фактором в истории Total O является огромное влияние бренд-директоров на характер разработки и взаимодействия сообществом. В переводе на наши деньги это люди смысл существования которых сводится к размышлениям о том как веренный им продукт может заработать больше чем вчера. Сама по себе это непроклятая должность ну в самом деле хорошая игра должна зарабатывать чтобы прокормить своего создателя но конкретно серии Total O с этими ребятами не повезло ведь когда стрелочка на графике перестала указывать вверх так же уверенно как раньше бренд-директора эффективные менеджеры и прочие прочие начали принимать решительные после релиза Сёгун 2 разработчики могли просто продолжать делать так как они уже делали раньше то есть создать один новый проект на базе прошлого и параллельно с ним разрабатывать более прорывную часть в новой эпохе ради будущего серии разработчикам пришлось было взять паузу хотя бы в пару лет но это ведь не страшно так уже происходило с Роум и Медивол так было с Медивол 2 и Эмпайр и после релиза самостоятельного расширения Fall of the Samurai для Сёгун 2 казалось что так будет и теперь серия уперлась в 20 век как когда-то Медивол 2 уперлась в колонизацию Америки возможно для экзекуции такого плана в этот раз пришлось бы сбросить балласт в виде айзайлейшн она нам конечно мила сердцу но тоталово дороже Сега была бы не в восторге пришлось бы привести ряд аргументов но планка доверия все же была задрана до неприличия и при должном убеждении японцы могли пойти на многое но это тяжелый сценарий длительный к тому же рискованный где гарантия что аудитория действительно снова начнет расти как вы можете догадаться бренд-директора Creative Assembly на это не пошли они избрали другой более как им казалось простой путь для серии и именно ему к сожалению будет посвящен остаток нашего ролика решение было найдено если до 2013 года к играм выходили всего одно-два дополнения причем за редким исключением по масштабу они были сопоставимы с основной игрой то начиная со второй ролл студия кардинально сменила подход в скажем так монетизации своих проектов бренд-директора сформулировали мудрость достойную быть включенной в искусство войны если не растет число покупателей должен увеличиваться доход с одного человека так что купи то есть 14 дополнений к Total War Rome 2 да вот такое нетривиальное решение возникает другой вопрос кому мы будем их продавать тем же кому мы продавали это последние два года и всем другим желающим огромная миска нажористого контента для максимизации прибыли полная ставка на то что аудитория не станет скупиться и крохоборствовать а потому приобретет полтора юнита за фулл прайс для этих целей внутри Creative Assembly в какой-то момент даже были сформированы отдельные команды чья единственная работа заключалась в создании рискинов юнитов для будущих игр расширений и DLC с одной стороны долгая поддержка хорошего продукта приятно для преданных фанатов этой бизнес-моделью успешно пользуются Electronic Arts или, скажем Paradox Interactive последняя так и вовсе до сих пор выпускает платные дополнения к Европа Universalis 4 ну а та же Stellaris после установки некоторых дополнений ощущается как совершенно другая игра здесь главное чтобы количество контента на релизе базовой игры оправдало ее стоимость но выпустить полноценный проект и дополнять его альтернативными компаниями по объему практически равными основной игре не так просто куда проще поделить изначальное содержимое базовой игры на множество частей и постепенно продавать их по завышенной цене надеясь что преданные фанаты понесут свои кровные как вы могли догадаться в Rome 2 разработчики пошли именно по этому наиболее гадкому пути но только вот преданные фанаты не оценили в 2014 году даже разразился скандал игроки вспомнили что видели верблюдов катафрактов из дополнения Beast of War в геймплейном видео еще до выхода второй Rome там же были замечены наемные мечники выпущенные в рамках дополнения Caesar in Goal бренд-директор Creative Assembly Роб Бартоломью нашел оправдание при записи летсплея была допущена ошибка тогда юниты были не готовы для включения в игру а вот в дополнение они были переработаны улучшены перерисованы и сбалансированы вера в его слова было не особо много покопавшись в файлах игры мододелы обнаружили в них файлы дополнений Creative Assembly оставалось лишь активировать весь в кавычках новый контент студия обещала пересмотреть свой подход выпустить больше кампаний и бесплатных обновлений но слова как это часто бывает разошлись с делом тем более скандалы скандалами но в тот раз шалость удалась по количеству принесенной прибыли Rome 2 обогнала даже прежнего рекордсмена в лице Empire новая стратегия развития явилась миру во всем своем великолепии к тому же негативные впечатления сгладила тот факт что Rome 2 была ну не такой уж и плохой игрой говном ты не был но и до вершины добрался и после этих слов гусары знакомые из серии еще с нулевых что называется напряглись и действительно касаемо Rome 2 есть о чем поспорить ее оценка зависит от того чьими глазами и с перспективы какого года мы на нее смотрим представим себя давним фанатом франшизы на релизе сиквела что мы увидим да полный ужас мы увидим ведь Rome 2 обогнала Empire не только по продажам но и по технической убогости в первые дни поищите на досуге ролики с подборкой багов выглядела уморительно к тому же напрочь оказался сломан искусственный интеллект как в глобальном режиме так и в битвах даже в сравнении с релизной версией Empire Rome 2 смотрелось слабее противники не атаковали а если атаковали то могли посылать отряда по одному героически убиваться а стройные ряды солдат-пользователя и в случае с искусственным интеллектом совсем не очевидно следствием чего именно являлось такое радикальное тупение вражеских болванов но есть нехорошие подозрения дело в том что упомянутый уже ранее Майк Симпсон в своем комментарии касательно релиза Empire отметил один любопытный момент снова процитируем его и компания Empire показался мне слишком пассивным и сообщество практически единогласно разделяет эту точку зрения так что мне не нужно это объяснять однако интересно что значительная часть казуальных геймеров а невероятно более половины покупателей игры на самом деле предпочитают чтобы ИИ был довольно пассивным американским казуальным геймерам особенно нравится опыт похожий на песочницу где они могут выстраивать и реализовывать долгосрочные планы которые бы не разрушались агрессивным ИИ тут дело именно в стиле игры чем в уровне сложности такие геймеры по прежнему хотят испытаний но хотят чтобы это была именно их игра а не игра искусственного интеллекта более пассивный ИИ возможно помог нам продать гораздо больше игр в США но это было непреднамеренно какое допущение мы можем сделать из этих слов может ли статься так что в попытке угодить казуальным геймерам Creative Assembly попыталась перестроить прекрасный работающий искусственный интеллект из Сегун 2 отчего все сломалось мы не знаем но это бы полностью укладывалось в общий контекст событий вокруг серии ведь боты в Сегун 2 были довольно агрессивными и сложность этой части была регулярной темой обсуждения на реддите и других форумах снижение сложности стало бы логичным шагом если задача именно расширить аудиторию как можно сильнее но какие бы планы Creative Assembly не строили итог на релизе мало кого устроило усугублялось это и появлением на полях битвы так называемых флагов от контроля которых победа порой зависела напрямую еще старые фанаты недосчитались некоторых особенностей которые казались им уже привычными например совершенно неожиданно под нож пошло семейное древо из чуть менее существенного Rome 2 растеряла часть шарма Total War который строился в том числе на случайных событиях и подчас весьма забавных CGI роликах похудел даже мультиплеер внимательные геймеры не обнаружили занятные кастомизации собственного генерала на манер Сёгун 2 и это мы даже не все перечислили отсюда и четверка на метакритик многие фанаты банально почувствовали себя обделенными и обманутыми тем не менее со временем выходили патчи игра становилась стабильнее и в конце концов превратилась в неплохую точку входа для более молодой аудитории которую не смогла привлечь Сёгун 2 хотя на скажем так реставрацию некоторых вещей ушли годы например возвращение семейного древа и вовсе пришлось ждать 5 лет так что если проявить академическую щедрость и оценивать уже пропатченную версию Rome 2 то положительные сдвиги вполне можно найти например улучшенная дипломатия с возможностью заключить пакт о ненападении после которого на игрока действительно не нападают или переработанная политическая система в которой любое действие геймера влияет на расклад политических сил и легко может привести к гражданской войне в конце концов когда техническое состояние стало вменяемым даже графику получилось оценить по достоинству ощущались и нотки Сёгун 2 особенно в интерфейсе впрочем все игры серии так или иначе вбирали в себя особенности предыдущих частей как и в Сёгун в Роум пришли морские сражения разумеется и тупил сбивался в кучу да и в целом морские баталии были мягко скажем сомнительным удовольствием но они были короче получилось не без проблем но со временем игра выкарабкалась и за вычетом цирка с Диуси казалось что в остальном серию хранить ещё рановато да и потом это же сиквел Великой Роум Тотал Уо эту игру хотелось любить и простить ей чуточку больше чем следовало шутка ли одна из самых популярных модификаций к этой части это замена всей музыки на саундтрек из первой Роум только не нужно считать что в самой Creative Assembly боссы студии разделяли все эти сентиментальные и ностальгические чувства на их небрежное отношение указывает одно по-настоящему трагическое событие для каждого фаната серии как стало известно из пересказа конференции между мододелами и разработчиками при переезде Creative Assembly в конце 2011 начале 2012 года в новый офис была утеряна большая часть файлового архива по оригинальной Роум просто кто-то что-то перепутал и отправил коробки с жесткими дисками на свалку дальше больше в том же 2012 Sega решила окончательно прикрыть ранее отжатый австралийский филиал и просто продала оптом всю оргтехнику фирме занимающейся разборкой и утилизацией так были утеряны все файлы по Medieval 2 и остатки данных по первой Роум через несколько лет вроде как даже какие-то исходники Роум Total все же нашлись потому у нас с вами есть возможность поиграть в ремастер и версию для мобильных платформ но вот судьба исходников Medieval 2 судя по всему трагична однозначно и надежь как и планов на ремастер этой части нет но что мы все о старом ведь серия стремилась-то вперед если на релизе Роум 2 не произвела впечатление разорвавшейся бомбы в отличие от первой части то DLC хоть и были неоправданно дорогими дополнили облик проекта предложив игрокам фракции буквально на любой вкус релизные проблемы и баги были исправлены к новому интерфейсу и новым по сравнению с первой Роум опциям в итоге привыкли иными словами в среднем по больнице геймеры плакали кололись но продолжали играть ну а в 2014 году состоялся успешный релиз хоррора Alien Isolation того самого которым консольная команда Creative Assembly занималась аж примерно с 2008 года наконец у консольной команды получилось выдать что-то действительно стоящее жанровая дисфория впервые сработала во благо Creative Assembly смогла в кои-то веки раскрыться в другом жанре но какой ценой ведь родилась игра кажется не благодаря а вопреки растянутое производство и как ни парадоксально постоянные кранчи стали причиной ухода многих талантливых сотрудников причем даже не получится сказать что жертвы эти были не напрасны да проект оказался успешным а изолейшн купили более двух миллионов раз вот только себя игра едва купила большая часть продаж пришлась на периоды скидок да и вложено в игру было слишком уж много для проекта что провел в производстве около 7 лет выручка оказалась смехотворно низкой во многом подробности подноготные стали известны благодаря да-да недавним инсайдам от работников студии некоторые такие как Беллин дали открытые интервью другие пожелали остаться анонимными по словам одного из сотрудников Сега получила бы куда больше если бы просто положила потраченные на проект деньги под процент на депозит японское руководство придерживалось такого же мнения желая сэкономить вместо финансирования второй части Alien Isolation издатель подрядил консольный отдел работать совместно с Microsoft над Halo Wars 2 при чем тут экономия да тут все просто прелесть Halo Wars 2 была в том что платила за нее не Сега благодаря этому консольный отдел временно перестал отъедать финансирование у отдела стратегического как бы то ни было возвращаясь обратно к Total War после двух успешных переосмыслений старых проектов студия разнообразия ради решила представить не Роум не Медивол и даже не Сегун в 2014 году была анонсирована Total War Attila По временному периоду проект был близок к Роум но на первый план здесь вышли варварские племена великое переселение народов изменение климата и сам Attila по сеттингу игра напоминала Barbarian Invasion но по сути Attila для сиквела Роум это то же самое чем для Empire стала Наполеон эдакое самостоятельное массивное дополнение которое как бы про более узкий временной период но все же куда более стабильное чинит очень многие вещи и выравнивает общее впечатление от основной части серии первое что бросалось в глаза это куда более мрачный сеттинг второе уменьшившееся разнообразие войск в сравнении с предыдущей частью серии со всеми дополнениями опять докупать юнит-паки вздохнули фанаты с другой стороны интереснее и сложнее стали осады в которых важную роль стали играть собственно осадное орудие также в отличие от второе Роум у Атила на старте сразу же был существенно более вменяемый и агрессивный искусственный интеллект семейное древо и венты и много других улучшений которые в основную часть приходили постепенно и с патчами политическая система на глобальной карте также произвела скорее хорошее впечатление про ИИ стоит отдельно отметить что отмечением был едва ли не более сложным чем в Сегун 2 Атила как будто бы создавалась специально для старых фанатов серии которых релиз Роум 2 надолго отпугнул забегая наперед это будет последний раз когда креатив ассембле в приоритет будут брать именно старых фанатов как правило если прочие Тотал О становится на зубок то Атила остается последней частью серии которая еще может бросить настоящий вызов таким замечательным образом мы получаем сложную продуманную по-настоящему стратегическую игру которую абсолютно не оценило сообщество Total War достигается это на наш взгляд в первую очередь тем что на более высоких сложностях ИИ получает существенные бафы а вот игрок наоборот страдал от дополнительных штрафов к стоимости войск доходам и стабильности конечно в той или иной степени это было во всех частях приведем несколько примеров в Сегун 2 на высоких сложностях у противников стабильно больше денег в Роум 2 боты к тому же просто не взаимодействуют с механикой внутренней политики у них ее нет Ну а в Total War Атила в довесок ко всему на фракции ботов просто не действуют погодные условия Вот геймер несет потери при перемещении суровой зимой а окружающие его фракции нет Они просто спамят бесплатные полные стаки и наслаждаются жизнью К тому же искусственный болван в Атила регулярно приоритизирует уничтожение фракции геймера над любыми другими задачами Это все привносит конечно неповторимую атмосферу превозмогания но и раздражает потому что иногда читерство слишком уж бросается в глаза Если подытожить то геймплей Total War Атила в целом был все еще хорош и куда более стабильным так что в совокупности игра получила высокие оценки на старте Да ниже чем у Сегун 2 но достаточные для эффективных менеджеров А вот продажи подкачали хотя игра возглавляла чарты на релизе до показателей прошлых частей ей было очень и очень далеко Конечно правильнее было бы сравнить продажи Атила с Наполеон поскольку оба проекта были менее масштабными чем прочие релизы но новинка проигрывала даже здесь Впрочем это не помешало увеличить доход с новой частью путем выпуска дополнений но поддержку свернули гораздо быстрее чем у Роун 2 последняя DLC которая вышла аж спустя 5 лет после релиза Это скорее всего связано с тем что судя по статистике выход Атила смог банально вернуть очень многих активных игроков в основную часть Опять же осмелимся предположить что в этом то и был план Но даже на фоне сравнительного успеха Атила покупательская база в абсолютных величинах не только не росла но и даже мало-помало уменьшалась Последняя на тот момент игра серии снова не предлагала чего-то нового скорее чинила то что вообще-то не должно было быть сломано По-настоящему вернуть интерес к исторической серии мог новый сеттинг Например долгожданный переход к 20 веку и какие-то кардинальные инновации связанные с этим Но вот ведь какая проблема Разработчики все еще не могли себе позволить инновации Видите ли для максимизации прибыли мало было просто увеличить количество DLC Необходимо было еще и увеличить количество самих игр до одной в год И действительно начиная со второй Сёгун новые Total War стали выходить ежегодно В таком темпе невозможно было внедрить какие-либо кардинальные изменения Давайте присядем и посчитаем Со времен первой части Total War и до внедрения полного 3D прошло 4 года Со времен полного 3D и до нового движка с морскими баталиями в Empire прошло еще 5 лет Со времен релиза Empire и до сего дня прошло уже 15 лет И за это время в серии не появилось ни одного нововведения Морские баталии были последней действительно свежей механикой которую в следующих играх старались впихнуть даже туда где она приживалась ну мягко говоря плохо и со скрипом Более того обострились попытки не добавлять новые механики и контент а даже отрезать их Те же морские битвы вместо того чтобы довести до ума просто начали срезать А ведь параллельно Сатила совместно с Wargaming велась работа над онлайн проектом Total War Arena бесплатной сессионной стратегией с монетизацией через микротранзакции на покупки должна была сподвигать частая смена баланса это естественно вызвало недовольство у игроков и не добавляло проекту популярности Шутка ли на бете арена была намного более интересной чем после своего релиза именно из-за этого вот джонглирования статистикой и метой Разумеется система монетизации и распространения повлияла на стиль игры ведь существенно усилилась роль генералов у каждого из них теперь появились индивидуальный набор команд которые существенно меняют ход боя активные способности генералов ТТО были и раньше но одни на всех и их набор был сильно ограничен большее влияние имели пассивные бонусы от черт и скиллов но особенности распространения арена конечно вынуждали делать более генералоцентричный игровой процесс в будущем этот опыт еще себе проявит в целом это конечно же была совершенно бесталанная попытка найти ранее не окученную аудиторию любителей фри-ту-плея и от души на ней заработать к сожалению или к счастью с коммерческой точкой зрения проект был не особо успешен арену пытались держать на плаву три года ориентировали на различные рынки в том числе Китай но все это не принесло ощутимого результата вы только представьте какой должна быть фри-ту-плей игра чтобы она провалилась в Китае а вот эффективным менеджерам Creative Assembly и представлять это не надо было тем не менее в 2015 году все не выглядело так уж плохо средний фанат мог заметить что серию штормит но надежда на лучший исход сохранялась так мы постепенно подобрались к проекту появления которого многие и связывают стагнации разработчиков в целом и серии Total War в частности где-то в середине десятых Creative Assembly подвернулся шанс приложить руку к Warhammer пренебрегать такой возможностью команда естественно не собиралась оно и понятно сеттинг позволил студии успешно задрапировать идейное топтание на месте коллективу достаточно было лишь добавить гигантских одиночных юнитов магические способности узнаваемые фракции и приправить все это массой спецэффектов и вот от скептицизма не осталось и следа новоприбывшие фанаты в восторге гоняют большого шлепа по карте а креатив ассембли умело отсрочило неминуемое но ведь большие красивые юниты это вообще-то не что-то инновационное все то же самое можно было сделать и на базе Medieval 2 в свободное от основной работы время как это например сделали авторы модификации Third Age по мотивам Властелина колец естественно Warhammer была более технологична но именно по инновационности она не превосходила фанатский мод десятилетний на тот момент давности мы правда любим Total War Warhammer и в 2016 как думаем и многие из вас в нее заигрывались но хвалить проект за какие-то новшества значит обманывать себя единственное серьезное изменение коснулось баланса в битвах но об этом мы поговорим чуть позже когда затронем 3 Kingdom В общем имя бренда сделало свое дело Total War Hammer стал рекордсменом не только по числу но и по скорости продаж игру в считанные дни приобрели более миллиона раз естественно греховно было не впарить всему этому обилию игроков дополнения разумеется первым стало уже привычное для многих других частей дополнение с кровью DLC Blood for the Blood God добавляло кровавые спецэффекты и несколько случайных событий которые приводили к дополнительному кровопролитию все последующие DLC лишь добавляли новые фракции и легендарных лордов да времена когда дополнения открывали доступ к полноценным кампаниям канули в лету но люди продолжали покупать во-первых потому что Warhammer хотя бы казалось новой во-вторых потому что новый подход к DLC со стороны Creative Assembly лег на благодатную почву да старые фанаты исторических стратегий остались немного неудел но вот огромнейшая армия почитателей Warhammer с голодными глазами набросилась на контент потому что ну потому что им не привыкать взгляните на цены миниатюр в магазине Games Workshop компания просит десятки и сотни долларов за горсть пластика миниатюры которые еще и штампуют в промышленных масштабах попросту не могут столько стоить а ведь мы даже не говорим о ценах на периферию краски и книжки короче говоря трудно себе представить более прогретую фанатскую базу когда хардкорные обладатели армии на много тысяч очков увидели качественную видеоигру и росы DLC то в общем-то ничего нового для них не случилось готовность отдавать деньги у них была намного выше чем у тех кто серии уже давно знаком так Total.O получила новую аудиторию приток денег и можно даже сказать второе дыхание как же Creative Assembly распорядилась всем этим параллельно выпуску дополнений на рынок очень быстро буквально в следующем году выпустили Total War War Warhammer 2 напоминаем маркетинговую стратегию под названием Total War каждый год никто не отменял напротив руководство студии старалось максимизировать свалившийся на франшизу хайп как можно эффективнее из всей фэнтези трилогии именно вторая часть считается наиболее успешным представителем хоть релиз и не отметился какими-то новыми рекордами в первые дни но вот поддержка оказалась куда лучше DLC были попросту интереснее а сама игра стала богаче деталями конечно не обошлось и без ложки дегтя проект запомнился уже ставшим привычным отвратительным техническим состоянием в первые дни на тестировании обзорщики не смогли добиться стабильных 60 fps даже на самых современных на тот момент видеокартах конечно в итоге игру привели в порядок но такого рода релизы студии уже сложились в недобрую традицию тому было две основные причины во первых в немалой степени это было связано со спешкой во вторых движок orscape и неоднократно упоминаемый в последних сливах и анонимных сообщениях так называемый технический долг в показаниях разработчиков эта проблема всплывает едва ли не так же часто как недовольство идиотским руководством студии если речь заходит о техническом состоянии игр инновациях будущем серии всегда все упирается в эти два слова что же такое этот технический долг и как он влияет на тот луо попробуем объяснить это на понятном для всех примере представьте что вы работаете над неким масштабным проектом вроде дипломной ваша работа включает в себя множество аудиофайлов документов картинок и так далее очень грубо говоря вы оперируете массивом данных занимаясь такими проектами поначалу конечно стараешься организовывать все папки и файлы по-человечески с правильными именами и понятной иерархии но в какой-то момент происходит наваждение а глаза застилает туман войны на серваке есть специальный протокол файл называется спидозные козявки так названы все файлы я ненавижу придумать название и вот вы уже оперируете артефактами вроде новая папка 35 рабочий стол покрывается случайно названными документами а где-то четверть всех активно используемых файлов так и не покидает загрузки да проект вы рано или поздно доделаете возможно даже успешно только вот если попросить вас спустя месяц скорректировать все под новое тех задания сможете ли вы сходу вспомнить где и что лежит в этом хаосе а теперь представьте еще более страшную ситуацию допустим вам сказали разобраться в чужом проекте который был организован вот таким образом а теперь представьте что вам нужно это проделывать на протяжении 15 лет в компании десятков людей и одновременно превращать эту адскую иерархию папок в другой совершенно новый проект вот это есть технический долг технический долг это набор сии минутных решений при написании кода которые функционируют здесь и сейчас но усложняют любое взаимодействие с ним в будущем по-хорошему подобное нужно править сразу объединять ветки алгоритмов вместе давать корректные названия разделять методы и так далее но в случае с тотал о ничего из этого практически не делается из-за постоянной спешки в релизах да внутри крэйти в ассэмбли даже создавались отдельные коллективы чьей задачей было решение технического долга но вместо этого их то и дело перекидывали на самые горячие участки разработки если команда что-то не успевала только и слышно ла 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 как будто это обычное дело это не так мы пытаемся решить проблему так ничего не будет вы даже не понимаете в чем она приведенное нами объяснение разумеется далеко от идеала ведь код явно намного сложнее чем иерархия папок так что программисты приглашаются к закидыванию нас не свежими овощами и тем не менее надеемся что хотя бы приблизительное понимание проблемы мы смогли дать да и потом сам характер создания новых частей серии делал решение технического долга почти невозможным ведь не существует какой-то базовой версии движка которую можно было бы исправить как было сделано первое warhammer total war думаете взяли движок варскейп и на его основе сделали нет разработчики взяли аттилу и начали беспощадно ее резать и наслаивать новый контент поверх старого поверх оставленных прежними разработчиками костылей временных решений разобраться в которых уже невозможно и так ведь теперь разрабатывается каждая новая total war тот факт что они в принципе работают это чудо и подвиг программистов показатель их безграничного таланта total war после сёгун 2 это настойчивое превозмогание технического долга и безрезультатные попытки его разрешения warhammer же подсветила эту проблему наиболее ярко ведь разработчикам пришлось внедрять больше коррективов чем в исторические части серии зная все это нам больше не кажется таким удивительным отсутствие в роум 2 на релизе каких-то присущих для серии особенностей вроде семейного древа или случайных событий вполне вероятно в случае с ними дело было не в каком-то умышленном акузуаливание игры а в том что упомянутое семейное древо попросту не работало или мешало работать чему-то другому и на решение этой проблемы да да ушло пять лет еще аргумент в пользу этого нашего предположения заключается в том как работала формация черепаха на релизе роум 2 тила и 3 kingdoms тут мы снова сошлемся на волунда но на сей раз не в контексте сливов у него есть крайне любопытный материал в котором он полтора часа анализирует работу построения черепахой в тех тотал о в которых оно было рекомендуем посмотреть мы же ограничимся краткой выжимкой для иллюстрации того насколько сломанным и истроптивым движком оказался warscape в первые роум черепаха работает образцово она не гарантирует стопроцентную защиту от стрелковых юнитов и несколько уязвимо к атакам стыла но все же помогает достаточно сильно чтобы в ней имелся тактический смысл да и в конце концов выглядит она сногсшибательно а вот в роум 2 та же самая формация оказалась напрочь сломана на релизе ведь она просто добавляла процент брони но юниты при этом погибали от стрелков почти так же быстро как и вне формации по сути геймер получал только уменьшение скорости отряда без каких-либо преимуществ взамен анимации при этом выглядели ужасно аттила же повеселила возможностью создать черепаху глубиной в один ряд солдат тут просто без комментариев потребовалось огромное количество патчей чтобы как-то выровнять эту ситуацию для обеих игр три кингдом же ударилась в иную крайность там в первое время после релиза черепаха стала практически неуязвимой для стрелков причем со всех сторон более того искусственный интеллект интересно тупил встречаясь с этой формации в поведении и и как бы записано что не следует тратить стрелы на отряд в черепахе так что он это старается и не делать но если включить черепаху потом на долю в секунду выключить ее и включить обратно то логика вражеского и ломалась и он спускал весь свой боезапас на фактически неуязвимый для дальних атак отряд ставим на то что все это именно проблемы движка который трещит кряхтит ломается и крайне тяжело поддается внедрению даже таких казалось бы абсолютно базовых для ранних тотал о вещей но успешный дебют двух вархаммер вовсе не означал что исторические тотал о совсем пропали с радаров переход к фэнтезийной вселенной пришелся по душе далеко не всем игрокам старички жаждали новую историческую часть и наваху тратиться не собирались креатив ассембле в свою очередь не хотела лишаться новые дуины коровы но и часть лояльной аудитории терять было нельзя по всей видимости в попытке задобрить давних фанатов студия выпустила total war saga thrones of britannia опять довольно непродолжительный исторический период относительно небольшая территория для игры короткие кампании и техническая основа взятые из прошлых частей серии проект создавал впечатление сильно урезанный total o игру естественно приняли в штыки свеже испеченная total o сага предлагала столько же нового контента сколько предлагают некоторые фанатские модификации только за деньги это все было несколько странно ведь многие наивно надеялись что оглушительный финансовый успех вархаммер должен был дать необходимое подспорье для создания по-настоящему прорывной total o на новом движке как полагается вместо этого очередная попытка продать камерное расширение как отдельный проект но в самом ли деле у креатив ассембли была возможность начать разработку крупного исторического проекта как оказалось да вот это фокис пицы с возможно сделать нечто принципиально новое в total o разумеется была равно как и деньги на это но приоритеты расставили иначе дело в том что релиз alien isolation не вылечил синдром жанровой дисфории напротив недуг лишь обострился где-то в 2017 году сидя на огромной куче долларов руководители креатив ассембли крепко призадумались твари ли они дрожащие или шутеры делать умеют так они пришли к мысли что смогут создать эдакий клон pubg только в космосе ублюдок мать твою а ну иди сюда говно собачье решил ко мне лезть а потом им показалось что они смогут сделать эдак что-то похожее на escape from tarkov только в космосе а потом кто-то сказал payday в космосе и все такие а почему бы и нет еще среди референсов фигурировали destiny siege apex legends в общем да так и не увидевшая свет хайна с самого начала разработки была одновременно всем и по сути ничем поначалу движок планировали взять из alien isolation многие в студии были знакомы с технологией не все успели уволиться со времен игры по чужому решение было логичное но спустя некоторое время кто-то сверху по неясной причине приказал пересаживаться на unreal engine таким образом часть коллектива ушла учить новый для себя движок а часть была переброшена на помощь да да на помощь разработки total o потому что несмотря на раздутый штат главное для студии франшиза острая и постоянно нуждалась в людях многие в один момент где-то аж 80 сотрудников попросту были заняты созданием рискинов юнитов для dlc а ведь кому-то еще нужно было и сами игры делать каждый год между прочим а ведь эти люди изначально могли заниматься total o а не тратить время на бог весь что ресурсы консольного отдела оказывается все это время могли перенаправлять на основную серию вместо того чтобы те как рыба об лед пытались сделать по большей части безуспешные экшены к сожалению из доступной публике информации тяжело конкретно сформулировать хронологию этих событий когда именно сменился движок сколько времени потребовалось на адаптацию канрил в какой именно момент часть коллектива была переброшена на total o все это скрыто и тем не менее отдельные известные эпизоды разработки дают понять что процессы все эти вообще-то никто не организовывал у хайнос не просто отсутствовало творческое видение все было куда трагикомичнее взять тех же персонажей ладно еще если бы они были просто уродливыми и не запоминающимися мало ли в индустрии неприятных героев делов то дело вот в чем когда для игры создаются персонажи их концепты сначала изучает юридический отдел дабы обезопасить компанию от возможных нарушений чьих-то авторских прав уже после этого начинается углубленная проработка дизайнов и создание скажем скинов случае с хайнос все было иначе художники что-то выдумывали по мотивам этого что-то модели ли следом приходил юридический отдел и отправлял часть работы в мусорку а вместе с ней потраченные деньги и человека часы так во первых всем насрать на плагиаторов ясно таким образом хайнос это во всех своих проявлениях химера бессмысленная и беспощадная извращенную логику руководства креить в ассембле при создании игры тут понять конечно можно в студии видимо решили повторить историю с которой все началось скопировать что успешно продается у других и заработать денег в 90-е это были ртс а концу десятых battle royale только эффективные менеджеры не учли что за столь продолжительную разработку тренду индустрии смогли смениться вновь а ведь они действительно изменились теперь балом правят экстракшен шутеры в общем-то в тех же сливах разработчиков после отмены хайнос можно встретить мнение о том что изначальная задумка про escape from тарка в космосе возможно и могла бы получиться если бы только руководство не захотела уйти в казуальность но увы я плакал так только на титанике как бы то ни было вся эта авантюра в совокупности обошлась сега в кругленькую сумму от 70 до 100 миллионов долларов оценки разнятся вполне вероятно что хайнос стала самым дорогим проектом в истории японского издателя и как и в случае с прошлыми примерами расстройство жанровой идентичности у крейти в ассэмбле все эти ресурсы пригодились бы скорее серии тоталуо тут мы сделаем небольшое отступление и проясним следующий момент когда мы говорим что какой-либо проект перетягивает на себя ресурсы студии от основной линейки мы не утверждаем что например хайнос съела часть прибыли от урхаммер это немного не так работает разработчик приходит к издателю пичит ему проекты запрашивает бюджет очерчивает сроки после чего издатель выписывает чек люди уходят заниматься разработкой то есть на деле бюджеты total war и той же хайнос не пересекались это две разные корзины и туда-сюда миллионы долларов перебрасывать нельзя но вместо того чтобы пичить шутер в духе escape from тарков разработчики могли настоять на создании следующей total war на новом движке в этом было бы куда больше смысла ведь после успеха вархаммер и в сега и в крейте в ассембле удостоверились серия способна выйти на новую широкую аудиторию если же разработчики параллельно заняты штамповкой посредственных слэшеров то они таким образом не делают тоталуо если они заняты созданием хоррора то они не чинят движок тоталуо если они заняты сетевым шутером то они ну вы поняли идею именно это мы и имеем ввиду сейчас сега переживает эдакий ренессанс планы у издателя ну прямо-таки наполеоновские в одном лишь трейлере на последний the game awards компания анонсировала аж 5 игр и вроде как на этом она останавливаться не собирается все это было частью масштабной инвестиции под названием проект супер игра в 2021 году компания выделила почти 900 миллионов долларов на разработку игр преимущественно по своим старым франшизам но хаинас должна была стать звездочкой в этом проекте трипл эй шутером возможно даже с привязкой к nft поэтому то в шутере так много отсылок другим проектам сеги вроде того же соника но то к чему в итоге привела разработка не устроила вообще никого поэтому не мудрено что просидевший много лет производстве на моду сервисный шутер без четкого видения которое практически не вызывало интереса у публики даже во время бета-тестирования не вписывался в этот новый имидж компании осознав это японцы наконец опомнились и в отчаянии едва ли не прописались британском офисе креатив ассэмбли пытаясь как-то проконтролировать разработку не получилось наработки по слухам пытались продать китайцам из tencent но и те не повелись и правильно что-то нам подсказывает что ценность этих наработок можно было бы оценить в миску риса проект отменили в сентябре 2023 после этого начались увольнения после увольнений сливы от разгневанных бывших разработчиков благодаря которым многие детали всплыли наружу впрочем все таки мы забежали немного наперед давайте же вернемся обратно в счастливый и сытый 2019 и проследим за тем как поживало то того на фоне этих великолепных событий от миски риса перейдем к нефритовому стержню ведь в том году случилось чудо вышла новая глобальная историческая часть под названием три кингдомс то есть троицарствие как можно догадаться игра была не о средневековье или эпохи массового огнестрельного оружия creative assembly решила прислушиваться не к игрокам на форумах а к своим маркетологом те сулили возможность выхода на перспективный китайский рынок при выпуске игр об истории поднебесной и жители кнр действительно заинтересовались проектом новая total o побила рекорд серии по предзаказам одновременно и онлайн на релизе составил почти 200 тысяч игроков число в разы больше показателей роум 2 и орхаммер правда новая часть оказалась не совсем исторической компания впервые предлагала два режима условно-исторический и героический где больший упор был не на реальных событиях а на эпосе о героических личностях да и основанная игра была на художественном произведении китайском романе троицарстве по уже отлаженной схеме была намечена нажористая дорожная карта дополнений разработчики обещали расширить карту на север добавить вторжение северных варваров и довести повествование до собственно трех царств но спустя всего 7 dlc поддержку прекратили а уже разрабатываемое восьмое дополнение отменили несмотря на великолепный старт продаж и высокие онлайн на релизе популярность проекта быстро сошла на нет и дальнейшая разработка перестала приносить хороший доход самое смешное что эти новости creative assembly сопроводила объявлением о создании уже новой игры на ту же тему фанаты были в ярости вышедшая годом ранее warhammer 2 продолжала получать обновления а их любимую игру бросили на мороз начался тотальный ревью бомбинг в стим поклонники 3 kingdoms призывали других геймеров к бойкоту и даже просили игроков warhammer отменить предзаказы тогда уже анонсированной третьей части те правда были довольны своим положением и протестовать не спешили пропасть между двумя фан-базами лишь продолжала увеличиваться creative assembly обвинили в желании заработать больше денег продав 3 kingdoms еще раз в обмане игроков ведь часть обещанного контента так и не была добавлена в забвении исторического прошлого серии ради warhammer сейчас вся эта ситуация кажется еще более неоднозначной ведь обещанного анонса новой игры про китай в итоге так и не случилось судя по информации от бывших и действующих сотрудников creative assembly разработка действительно велась и была отменена причем не из-за технических проблем основные опасения аналитиков были вызваны нестабильностью китайского рынка судя по сообщениям одного из бывших разработчиков его трейди на реддит DLC не продались согласно ожиданиям поскольку маркетинговый отдел попросту не знал как правильно их рекламировать в поднебесной и вот тут имеет смысл поподробнее рассмотреть изменения игрового процесса которые постепенно происходили серии мы снова сошлемся на волунда он известный хейтер всего что происходит с тут его после релиза fall of the samurai и пусть не с каждым его наблюдением мы готовы согласиться ему удалось подметить два очень важных аспекта игнорировать которые невозможны первый аспект проблема разнообразие юнитов и нет речь не о том что со временем разных видов отрядов стало мало наоборот последних частях их как раз таки слишком много только вот многие из них по своим характеристикам отличаются между собой крайне незначительно только взгляните на эту крошечную разницу это просто один и тот же юнит только броня чуть выше вот и вся разница немножко дороже стоимость немножко выше броня и они ожидают что мы поверили что это разные юниты это черти что в то же время в эталонной сёгун 2 например у каждого из нескольких видов юнитов копейщиков есть своя роль и задача вплоть до самого конца игры никто не становится совершенно бесполезным как понять что кто то новичок сёгун 2 они нанимают много самураев яри потому что самураи должны быть лучше чем асигару так это правда так для других классов отрядов но то же самое не касается асигару яри и самураев яри или вернее было бы сказать самураев яри и стены яри стена яри это ближайшее что можно было назвать кнопкой победы в игре она даже ценнее чем бонус к морали ближнему бою и скорости у самураев яри в какой-то степени проблема юнитов была и раньше и в первый роум можно найти подобное было бы желание дело именно в масштабах если ранее дело ограничивалось одним-двумя юнитами то уже начиная с роум 2 проблема эта начала приобретать какой-то безобразный характер для DLC приходилось клепать юнитов в промышленных количествах чтобы хоть как-то оправдать их цену но для каждого свою уникальную роль не выдумаешь так что многие превращались в безликое мясо разумеется с релизом уархаммер ситуация лишь ухудшилась отсюда же и проблемы с анимациями редкий фанат серии не обратил внимание на то как деградировали схватки в серии если во втором сегуне мы имели возможность наблюдать настоящие дуэли у рядовых солдат прямо драматичные как в cinematic трейлере то следом ситуация становилась только хуже а вот волшебный чарж от Китая ладно я понял что здесь любой походный юнит от любого движения взлетает в воздух и делает сальто от фусрады у них встроенная фусрада в комплекте идет ну что с конями объясните мне почему они подпрыгивают как будто бы через полосы препятствий это что за чарж такой зачем вот это вот что это это очень странная фигня я хочу включить режим удержания и заставить их идти напролом посмотрим что будет я хочу посмотреть в момент когда они сблизятся построение ведь распадется да в троицарстве уже в принципе в порядке нормы было увидеть мечника который орудует своим колюще-режущим как будто бы это топор или топором будто это гладиус или меч-каролинг юниты просто машут чем хорн пошлет особо ни по кому не попадают где-то на фоне отнимаются очки здоровья и солдатики падают камеры и приближать то особо незачем хаотичное бодание не впечатляет все столкновение превращается в бесформенную кучу понять почему так можно все эти украшательства можно позволить себе делать когда игра уже стабильно работает и есть какое-то окно на полировку но в текущих реалиях вместо проработки анимации уже имеющимся юнитом разработчики вынуждены рисовать еще десятки новых разновидностей но если юниты теряют свои уникальные особенности то на фоне чего тогда строить какую-то более нюансную стратегию и тактику на поле боя этот вопрос подводит нас ко второй особенности и имя ей героецентричность нет реальной угрозы для героев хотя предполагается что они ценнейший актив и их нужно оберегать представьте себе шахматов которых королю невозможно поставить мат или с королевой которую невозможно забрать у вас просто нет шансов просрать их ставки невероятно низкие ахиллес может нагнуть целые армии без риска для себя просто путем втягивания врагов невыгодны им столкновения отряд за отрядом любой герой может так искусственный интеллект в игре просто не понимает что делать когда его троллят до смерти в Вархаммер разработчики начали выстраивать дизайн битв вокруг конкретных генералов а также примкнувшим к ним особым юнитом их особенность как правило в том что они либо великие герои либо здоровенные а значит бьют на все бабки в более ранних частях генерал хоть и был невероятно полезным но все же оставался простым юнитом без него было туго он поддерживал мораль приободрял войска мог в роковой момент перевернуть ход сражения благодаря отряду охраны но в то же время во всех старых частях генералы крайне хрупкие они погибают примерно так же как и все остальные первое расширение роли эти ребята получили в Total War Arena где им добавили уникальные активные способности в Вархаммер тенденция продолжилась тут вам и лечение и атаки по области и куда большая полоска здоровья тут же генералам на тактической карте добавились еще и герои войсками они управлять не могут на глобальной карте функционируют как агенты а на поле боя проявляют себя благодаря собственным уникальным способностям в общем внимание разработчиков стало смещаться с армией на единичных юнитов и скажем честно в рамках Вархаммер это имело смысл Волан конечно характеризует все эти процессы как деградацию с чем мы скорее не согласны мы бы оценили все это именно особенностями отдельно взятой под серией которые могут или нравиться или нет понимаем почему от них может тошнить но в то же время понимаем почему многие геймеров они могут и не волновать в отличие от объективной проблемы сломанных формаций и искусственного интеллекта герои центричность и проблема разнообразия юнитов могут и не мешать получать удовольствие а вот что стало большой неожиданностью для нас и всех других ценителей исторических Total O так это увидеть обе эти характерные для Вархаммер черты во вроде бы как околоисторической Three Kingdoms и вот это уже какая-то чушь мы бы все же предпочли чтобы Ваха оставалась в Вахе если фэнтезийная Total O как-то и испортила серию то именно в этом отношении Three Kingdoms именно что навязывает игру вокруг героев что конечно же раздражает безмерно и чтобы мало не казалось добавили еще и механику дуэли хотя механикой это назвать трудно все сводится к тому что геймер выбирает своего героя дуэлянта и если тот лучше противника то нажимаем одну кнопку после чего оба человека пару минут отплясывают на поле боя предзаписанную анимацию в ходе которой вражеский герой чаще всего проигрывает ну либо противник вызывает подконтрольных игроку героев на дуэли даже если победа искусственному болвану не светит логику мы понимаем историчность Three Kingdom все же соседствует с ее причастностью к эпическому роману но в чем тогда заключается принципиальная разница между фэнтези и вроде как более приземленной линейкой проектов такие изменения уже не получится списать на проблемы движка теперь это куда больше похоже на смену видения разработчиков зрители конечно могут парировать что Троицарствие предлагает на выбор с одной стороны режим романа со всеми этими супергероями во главе войск а с другой стороны режим хроник который более приземленный и более похож на классический Total O да вот только в режиме хроник тактические битвы и вовсе проигрывают любой другой исторической части они попросту неинтересные и куда менее глубокие хроники как будто прикрутили ближе к релизу и снижая роль командующих да приемлемо реалистичной они никак не решают проблемы оставшиеся с тем же разнообразием юнитов у нас не было ни единой битвы чтобы армии не собирались в бесформенную кашу фрустрирует также и имплементация дальнего боя просто прекрасно не так ли посмотри ты видишь это да я же говорил они не видят во что целятся но все равно знают куда стрелять ворхаммер можно смириться с тем что занятая высота имеет куда меньшее значение чем раньше ворхаммер можно смириться с навесной стрельбой у огнестрельных юнитов можно смириться с тем что тактика линейной пехоты и стрельба шеренгами тоже вдруг оказалась забытой технологии предков как и перезарядка ворхаммер даже дождь из трассерных стрел смотрится приемлемо все потому что эту подсерию изначально воспринимаешь как более аркадное яркое и молодежное ответвление франшизы время от времени и мы не против в нее погрузиться ведь иной темп и настроение игрового процесса дарит совершенно другие эмоции но вот то что все перечисленное впоследствии оказалось в других частях серии это трагедия с которой мириться куда труднее мы были под впечатлением что total war это серия для тех кому хочется поупражняться в тактике и стратегии научиться принимать во внимание индивидуальные особенности всех юнитов и рельеф местности да всегда можно было собрать миллион бомжей с копьями выстроить фалангу либо черепаху и устроить эпическую оборону угла этим грешат даже лучшие из нас в то же время всегда было и пространство для вдумчивого игрового процесса но видимо больше нет в 3 kingdoms глубины и необходимости микроконтроля стало меньше а геймплей на проект походил скорее на ваху но даже учитывая все это мы бы не рискнули назвать 3 kingdoms плохой игрой она действительно выбивается из общего ряда исторических стратегий это правда но проект все равно способен развлечь в первую очередь за счет того что глобальный режим в отличие от стратегического существенно дорабатывали в лучшую сторону снабжение дипломатия шпионаж куда ни ткни везде ощущается шаг вперед а тот факт что командующие регулярно обмениваются репликами и имеют собственный характер тоже забавлял это неплохое развитие речей перед битвами из более старых частей серии у этого всего был немалый потенциал возможно при должном развитии и наполнении игры контентом исправив разнообразие и баланс юнитов из нее даже получилось бы что-то куда более интересное к тому же 3 kingdoms была ориентирована на Китай и поддержка обещала быть долгой все перечисленные занятные вещи при должной полировки отлично бы смотрелись в гипотетической medieval 3 средневековье ведь про шпионаж интриги семейные распри которые приводят к глобальным конфликтам но как уже было отмечено ранее поддержку свернули по нашим наблюдениям примерно в это же время многие фанаты стали обращаться к ранним частям серии в особенности Катила Тоталуо она чаще всего отмечается как наиболее недооцененная из исторических стратегий вышедших после Сёгун 2 в ней с одной стороны еще нет многих из сугубо вархаммерских особенностей а с другой стороны ее релиз не был омрачен ужасным техническим состоянием как в случае Роум 2 сказывалась и упомянутая уже хардкорность и с течением времени тенденция к тому что ярые фанаты серии оставались в прошлых частях только усилилась в крейте в ассембле на это все посмотрели и видимо рассудили рекламировать игры а потом еще и продавать их долго и скучно куда приятнее получать гарантированную прибыль или хотя бы фиксированную заранее оговоренную сумму денег еще до релиза и разработчики решили провести эксперимент студия договорилась об эксклюзивном выходе следующей Total War Saga в Epic Game Store причем первое время Трой а именно так называлась игра была бесплатной каждый мог навсегда забрать ее к себе на аккаунт этой возможностью воспользовались семь с половиной миллионов пользователей больше никого? куда еще больше? Разработала Total War Трой относительно новая команда болгарский филиал купленный Creative Assembly у Crytek до этого она успела потренироваться на второй ROM выпустив к ней самое скандальное DLC Desert Kingdoms резкое увеличившее количество генералов-женщин Хотя по правде говоря на самом деле разработка дополнения и новая сага пересекались лишь частично проектами занимались разные коллективы внутри одной студии была и третья команда которая параллельна и вовсе создавала игру в новой эпохе филиал сохранял традиции многозадачность и креативы ассембли нет, Джон ты что спятил? почему ты это делаешь? милая, не беспокойся я всегда считал что тебе так нравится Трой продолжила идею Three Kingdoms за основу взяли художественное произведение Илиаду Гомера а на поле боя рядом с людьми сражались кентавры и циклопы в попытке усидеть на стульях фэнтези и реализма разработчики попытались объяснить происходящее теории эвгемиризма согласно ней мифическими созданиями на самом деле были реально жившие выдающиеся люди просто имевшие некоторые особенности но будем честны здешние гиганты именно тавры получились слишком отличными от того что должно было быть более высоким и крепко сложенным человеком Линоторакс вырезан из шкуры эвриманского вепря он непробиваемый эй постой ну тогда как же Геракл срезал ее с вепря он взял несокрушимый клинок чувствовалось что в основу Трой легли наработки из первой Ворхаммера и соответственно ее недостатки например отсутствие морских сражений и особых построек ну и разумеется герои центричность вместе со слишком уж не разноплановыми юнитами здесь условный Ахиллес может выдерживать натиск нескольких отрядов крайне продолжительное время как губка впитывая любой урон опять процитируем Волунда если раньше в Total War геймеры убивали генерала чтобы разбежалась армия то теперь приходится убивать армию чтобы убежал генерал впрочем этот аспект можно было бы объяснить нарративом а вот чего оправдать уже никак не получается так это отсутствие морских битв то есть да в той же Rome 2 они ощущались пятым колесом мы от своих слов не отказываемся но в игру о троянской войне они как бы напрашиваются возможно стоило бы имплеметировать корабли хоть как-то сделать эти битвы наконец интересными и важными нет ну ладно как скажете можете вырезать так и правда будет куда проще в итоге Трое стало одной из самых невыразительных частей серии в которую совершенно не хочется возвращаться филлер как он есть впрочем с точки зрения маркетинга выпуск игры оказался отличным решением фактически бесплатный релиз позволил привлечь ко франшизе новую аудиторию а оплатил весь банкет Тим Суини а не Sega и Creative Assembly да и троянская часть при всей своей спорности все равно была куда лучше чем прошлая сага Trons of Britannia вот только это все еще был очень урезанный проект ориентированный опять же на широкую аудиторию не имевшую опыта игры в предыдущей части серии давних фанатов подобное вряд ли устраивало позднее Total O3 выпустили дополнения ну куда же без них а сама игра появилась и на других площадках впрочем в том же Steam релиз состоялся без помпы все же далеко не многие будут готовы платить за игру которую уже раздавали бесплатно все это грустно ну ладно вряд ли кто-то ожидал от новой части саги миллионных продаж в других магазинах игра выполнила свою роль а главную ставку руководство все же делала на третью Warhammer игра задумывалась крайне амбициозной она должна была стать самой масштабной в подсерии ради реализации задуманного студия даже отступила от стратегии по Total of God и пропустила 2021 оптимизм внушала в том числе довольно качественная пиар-компания которая затронула даже российский рынок и поначалу казалось что вложения окупились в Steam на пике в новый Total War находилось более 162 тысяч пользователей а если к ним добавить игроков из EGS и Microsoft Store где проект долгое время могли бесплатно попробовать все подписчики Game Pass уверены 3 Warhammer побила рекорд 3 Kingdoms значило ли это что у игры без недостатков причем крайне существенных не обошлось как стало позднее известно из интервью одного из разработчиков последний на данный момент в Ахии игра получилась куда менее грандиозной чем задумывалась например в студии обсуждался комплексный мультиплеерный режим со многими вариантами социального взаимодействия и даже системой кланов что подталкивало бы игроков поиску напарников это как и некоторые другие идеи так и не были реализованы что наверное к лучшему ведь техническое состояние Warhammer 3 побило абсолютно все антирекорды можно сказать впервые фанаты фэнтези и фанаты исторических сеттингов объединились в своем праведном гневе причиной всех проблем разумеется был устаревший движок и упомянутый нами огромный технический долг Warscape пусть и подтянули для 64-битных систем собой он все еще представлял чудовищную амальгамацию сииминутных решений всех предыдущих сотрудников студии у технологии не только отсутствовали адекватные руководства по использованию но даже встроенная проверка ошибок получается новые неопытные разработчики мало того что не знали как работать с движком так и из-за банальной опечатки могли сломать кучу механик и сразу об этом даже не догадаться по признанию одного из сотрудников чтобы добавить случайное событие в код игры необходимо было открыть аж шесть различных таблиц и внесни в них массу специальных тегов причем отсутствие хотя бы одного из них приводило к долгосрочному завершению события спагетти код был настолько вязким что сообщения об ошибках чаще всего даже не указывали на истинную их природу для исправления каждой из ошибок приходилось перебирать код по многу раз а затем многократно перезапускать игру и стресс тестировать ее при этом практически все приходилось проверять вручную отсюда и количество багов учитывая возросший масштаб проекта простые люди банально не могли проверить все так работа над добавлением самых тривиальных вещей растягивалась на часы не мудрено что столь пустая трата времени каждого отдельно взятого разработчика привела к необходимости увеличить размеры команды увеличение количество задействованных проекте людей автоматически повышало стоимость разработки и это вылилось в поднятие цен на дополнение на цены влияла и находящаяся в самом разгаре разработка Хаинос в момент своего выхода 3 Warhammer была единственной игрой Creative Assembly которая могла приносить заметную прибыль на фоне разработки злосчастного шутера эффективные менеджеры и виртуозы оптимизации рассчитали дабы шалость снова удалась средняя прибыль с одного геймера должна быть еще больше фанаты уплатят за все подумали в Creative Assembly и вздернули цены Роберто Ламью один из бренд-менеджеров серии даже выпустил по этому поводу красноречивое заявление выглядело оно невероятно странно и больше походило на ультиматум невооруженным взглядом считывался посыл если вы не будете покупать дополнения по новым ценам мы будем вынуждены прекратить их разработку в отдельный абзац даже выносилась просьба не оскорблять разработчиков Роб будто бы намекал на распространенность этого явления мы конечно считаем что при повышении цен оскорблять рядовых сотрудников действительно не стоит при этом не совсем цивильным кажется в принципе втягивать их в дискурс подобным образом Бартоломью казалось использует разработчиков как щит пока сам винит во всем некие реалии рынка и озлобленных геймеров но повышение цен ведь не было вызвано какими-то объективными событиями в индустрии оно являлось следствием плохих решений и упущенного потенциала франшизы следствием попытки выпускать каждый год по крупной глобальной стратегии следствием игнорирование желаний фанатского сообщества все это заявление было как гром среди ясного неба но если мы вспомним 2009 год и упомянутый уже блок Майка Симпсона после плачевного релиза Empire то легко придем к заключению что ничего принципиально нового не произошло такой взгляд на взаимоотношения геймеров и разработчиков руководства студии был уже давно просто в 2009 ситуация была не так наколена а в остальном с одной стороны мы имеем тезис из 2009 не критикуйте нас а то издатель не даст денег и вам будет хуже а с другой стороны тезис из 2023 не ругайтесь на цены а то денег у нас не будет и вам будет хуже в обоих случаях просматривается настойчивое желание возложить часть бремени собственных ошибок на простых фанатов чей спрос вообще-то нужно удовлетворить думаем вы сами понимаете какой была реакция на такого рода заявления Бартоломью фанатский гнев разгорелся как никогда прежде поклонники наконец заметили пропасть между руководством студии и потребителями отметим именно руководством не рядовыми сотрудниками к ним вопросов не было они делали другую работу намного более тяжелую два года назад фанат фэнтезийной подсерии не поддержали разочарованных игроков три кингдомс в их борьбе за продолжение поддержки любимого проекта и вот теперь уже они столкнулись с подобным отношением к своей игре не было бы счастья да несчастье помогло фанбазе по-настоящему сплотиться уже спустя месяц после повышения цен в сентябре 2023 года было объявлено об отмене хаинос и массовых сокращениях казалось бы увольнения должны были произойти лишь в консольном отделе но под раздачу попали и те кто занимался разработкой тоталуа но особо отчаянные старички полюбившие серию еще за сёгун и эмпая продолжали ждать новую историческую часть причем полноценную а не очередную тоталуа сага и повод у них был в мае 2023 еще до всего шума с отменой хаинос и скандалов вокруг Warhammer 3 Creative Assembly анонсировала тоталуа фэроу то есть фараон название непрозрачно намекает на время и место действия новой части снова не средневековье и не двадцатый век который ожидали игроки но если учесть технический долг и устаревший движок эпоха с более простыми юнитами без кавалерии казалось более скучным но все же безопасным вариантом но скандалы и сокращения обескровили студию в таком состоянии у нее не могло получиться оправдать даже самые заниженные ожидания за разработку отвечал не английский офис а болгарский филиал правда в отличие от нулевых когда в схожей ситуации австралийцам передали Medieval 2 в помощь болгарам не отправили сотрудников с опытом работы над предыдущими частями и отнюдь не потому что никто не хотел уезжать в Болгарию отправлять было попросту некого из-за всех проблем Creative Assembly сильно урезала зарплаты так что многие ветераны студии потихоньку перешли в другие компании еще на анонсе проект отметился очередным нововведением монетизации за предзаказ давали даже не эксклюзивных юнитов а косметические наборы для них игроки поняли скоро в магазинах станут продавать исключительно визуальный контент карта региона показанная в дневниках разработчиков добавила грусти любителям масштаба ее размер соответствовал скорее подсерии сага согласно некоторым сливам изначально новая игра и вовсе должна была быть дополнением к трой и это любопытная информация потому что как нам кажется в таком виде фараон вполне был бы жизнеспособным проектом мы можем себе представить гипотетический план креатив ассембли дескать если все три части вархаммера как могучие рейнджеры собираются в одну игру то точно то же самое можно было бы проделать серии сага отпочковать ее во что-то около мифическое и дело в шляпе мол вот вам втрое юниты из греческих мифов вот вам фараоне юниты из египетских мифов в будущем можно добавить еще персию индию скандинавию и так далее а в итоге это все могло бы собраться в одну большую карту на которой все эти разные мифологии бы сталкивались ахиллес схлестнулся бы с королем артуром эдакая age of mythology только total war прикольно да прикольно конечно но видимо не судьба да и описанная все равно плод нашего воображения на основе слухов но согласитесь это вполне укладывалось бы в логику избранную для серии но как бы то ни было что мы знаем наверняка так это то что фанаты справедливо и упорно требовали историческую часть поэтому им был брошен кроха фараон с мифического стола не добавила любви к грядущему релизу неприятное совпадение впрочем совпадение ли на следующий день после его анонса ксёгун 2 был выпущен патч отключающий загрузчик модов впрочем попытка убить то есть поддержать старые игры началась еще раньше патчи для эмпайра и наполеон добавляющие совместимость с процессорами двенадцатого поколения в довесок удаляли внутриигровой чат и сломали многие старые моды но игроки со старыми процессорами произошедшего не заметили так что до злополучного обновления второй сёгун забота о старых проектах сообщества не особо волновала но вот уже после возмущенным комментарием фанатов не было конца на официальных форумах их поначалу пытались игнорировать но в итоге проблему пришлось заметить и устранить загрузчик модов заработал справедливость была восстановлена но осадочек как говорится остался при этом вся эта история с обновлениями действительно могла быть просто ошибкой со стороны разработчиков если учесть спагетти код и сложность работы с проприетарным warscape такой исход вполне реален что до самой фэроу с ней все было понятно еще на этапе публикации первых подробностей о проекте воспринималась игра не иначе как рискин трой на релизе она собрала худшие в истории серии отзывы а максимальный новой части легендарной серии которая вернет ей былое величие но едва ли информация от инсайдеров равно как и некоторые факты из открытых источников свидетельствуют о серьезных проблемах не только с но и самой creative assembly creative assembly не испортилась по щелчку произошел миллион мелких порезов именно поэтому на протяжении видео мы регулярно то критикуем какую-то часть то внезапно приходим к выводу что в итоге получилось не так уж и плохо хоть и с оговорками это не последовательность изложения не какая-то наша прихоть просто именно так мы себя и чувствовали от всех новых частей после сёгун 2 вроде что-то стало хуже но что-то кажется и обновили вроде ломается в руках но не в первый раз уже потерпим должны исправить вроде анимации стали заметно халтурния но играть как будто бы все еще интересно только все эти компромиссы не могли копиться бесконечно рано или поздно количество переходит в качество хоть так сказать болевой порог у фанатов серии довольно высок но именно Total War of Arrow посчастливило стать той частью на которую все дружно плюнули это финиш после него или в пропасть или возрождаться как феникс а возрождаться стоит еще раз отметить будет непросто по слухам под сокращение попали до 42 процентов сотрудников студии в их числе якобы должен был быть и упомянутый нами Роб Бартоломью впрочем конкретно у него вроде как все сейчас хорошо что немного странно ведь именно с Робом многие связывают сомнительные финансовые решения в третью Warhammer Прознав о подробностях разработки неудачного шутера многие фанаты стали винить Сега в разбазаривании средств мол если бы все эти финансы были направлены на разработку условной Medieval 3 то прибыль была бы гарантирована а к серии бы вернулись старые игроки мы же считаем что одних лишь денег недостаточно нужно еще и воля принять непопулярное решение техническое состояние Warhammer 3 явно дало понять серии необходима пауза и переход на новый движок сделать это правда будет непросто все таки прибыль с Total O на протяжении многих лет оставалась единственным стабильным доходом Creative Assembly студии была нужна новая золотая жила и на эту роль по какой-то причине пророчили Хаинос но не сложилось в том числе из-за смотрящих на все сквозь пальцы менеджеров компании отсутствие новых людей на руководящих должностях еще один бич коллектива если в той же Civilization каждая новая часть серии обзаводилась новым ведущим гейм-дизайнером способным перенести в проект новые идеи то у большинства частей Total O правили то Симпсон то Роксбург при этом работники среднего звена жаловались на невозможность донесения новых идей до руководства иногда рядовые сотрудники видели проблемы но никак не могли их исправить итог этому всему можно подвести весьма неутешительный репутация компании в конце концов оказалась надолго подпорчена чтобы исправить это нужно закатать рукава затянуть пояса и очень много работать но сделать это будет труднее чем раньше ведь огромное количество подходящих для этого людей уже не является частью крейти в ассембле даже если рассказы о 40% это преувеличение из официального сообщения Сега можно сделать вывод что массовые увольнения определенные имели место а если еще участие наплыв анонимных сливов провели эти увольнения мягко говоря не очень красиво простым разработчикам пришлось отдуаться за ошибки к которым те не имели никакого отношения Сега и правда давно могла как-то повлиять на происходящее в студии процессы но сознательно приняла решение не делать ничего а когда вклиниваться в итоге все равно пришлось то она начала рубить с плеча сокращая издержки везде где это можно было сделать рационально это с точки зрения ведения бизнеса конечно Сега все же приобретала студию которая буквально несла золотые яйца и раньше вмешиваться в это было нельзя сейчас в силах издателя исправить проблемы менеджмента и дать разработчикам время на восстановление ну а после начать выжимать из них все соки и строго контролировать процесс на момент написания этого текста серия находится в подвешенном состоянии но как ни странно мы не станем заканчивать ролик на грустной ноте в декабре 2023 года Creative Assembly выкатила публичное обращение к фанатам в нем руководство признало и проговорила многие из допущенных ошибок даже если опустить лирику и посмотреть на намеченные планы то выглядит все весьма оптимистично студия снизила цену на Total of Arrow а разницу в суммах вернула покупателям игры обзавелись вменяемыми дорожными картами градус монетизации снизили даже в подсерию Warhammer стоимость дополнений к третьей части менять не стали но к последнему DLC которое продавали по несправедливо высокой цене выпустили бесплатный дополнительный контент практически удвоивший первоначальное наполнение Shadows of Change следующее дополнение сдвинули на апрель для доработки и насыщения контентом бесплатные обновления к слову вышли и к Farrow оказывается поддержка возможна даже если студия начинает буквально дарить контент расплатились за этот аттракцион щедрости конечно уволенные разработчики не менее видна тенденция к ублажению фан-базы хоть в кои-то веки ее хотят умаслить а не впарить что-то надолго ли хватит студию сказать не можем зависит от щедрости издателя готов ли он потратить еще несколько десятков миллионов чтобы спасти Total O в обращении стоит отдельно выделить абзац в котором руководство компании обещает быть более открытым сообществом и больше показывать того что происходит за кулисами очевидно как бы Creative Assembly не пыталась игнорировать сливы ушедших разработчиков на студии эти утечки сильно отразились уверены что не вся информация из них объективно отражает действительность где-то определенные имели место преувеличения в сливах конечно есть много много правды и они действительно стыкуются с известной публичной информацией но вряд ли уволившиеся или уволенные сотрудники готовы были говорить о чем-то позитивном а ну и не сомневаемся тоже было взять те же кранчи на них в сливах если и жаловались то мало да и то лишь сотрудники консольного отдела короче говоря в сливах нет беспристрастных оценок а ушедшие разработчики были высоко мотивированы громко хлопнуть дверью но вместе с тем информация в них это единственное что на данный момент способны дать какие-то ответы и заполнить пробелы надеемся что это прошлогоднее обращение стало началом новой главы в истории Creative Assembly может быть доживем с вами The Empire 2 Medieval 3 и Total O про первую мировую но до той поры коллективу придется конкурировать собственными старыми проектами с другими разработчиками которые рано или поздно постараются занять эту нишу и даже с модерами активные члены сообщества сейчас чуть ли не единолично поддерживают Total O на плаву выпускают полноценные компании с десятками игровых фракс и сотнями новых юнитов новые проекты вроде Farrow будут постоянно сравнивать с бесплатными Divided Emperor или Medieval Kingdoms да пока Creative Assembly топталась на месте заряженные и мотивированные люди сделали без пяти минут Medieval 3 конкурентов нужно учитывать на горизонте маячит проекты по типу Manor Lords мы гарантируем что у каждого фаната Total O при виде тактического отступления в свежем геймплее Manor Lords началась неконтролируемая тряска то что казалось недостижимым для одного из лидеров индустрии создается прямо на наших глазах в свою очередь геймплейный трейлер Kingmakers так и вовсе обещают какую-то сумасшедшую смесь жанров ну а The Great War хотя оказалась весьма средней но все же смогла продемонстрировать как могли бы выглядеть битвы Первой мировой в гипотетической Total O в будущем с режимом рытья окопов позиционным тупиком и прочим подобным все перечисленное реализуемое в случае с Manor Lords реализуемо вообще всего одним разработчиком это доказывает что можно создать что-то новое сделать шаг вперед но для начала неплохо бы отказаться от нависшего груза из технического долга тяжелейшей поддержки уже выпущенных проектов и обязательства клепать по Total O каждый год смогут ли Creative Assembly и Sega на это пойти думаем что придется иначе рано или поздно мы все же дождемся что какие-нибудь энтузиасты или молодые дарования присоединятся к условной Paradox Interactive и уже с ней сделают битвы в реальном времени тогда создателям Total O придется совсем не сладко а пока пожелаем же оставшимся разработчикам здоровья и выжить благодарим что были с нами все эти два часа это было сложно возможно потому как звучал мой закадровый голос вы сможете догадаться что ролик дался нелегко надеемся на ваши комментарии о проделанной работе и стратегически напоминаем что тактическая финансовая поддержка нашего творчества глобально помогает нам продолжать работать так что приглашаем вас на наш бусти и патреон там у нас есть эксклюзивный контент а именно бонусные видео и их уже накопилось довольно много и разумеется конечно же благодарим всех тех кто уже поддерживает наш канал отдельно скажем спасибо следующим меценатам Гибкий Рафик Стас Иванов Ярослав Бараковских Райдер 22 Ч Георгий Буху Ингвар Длинный Ярослав Белоус Чекунаев Влад Иван Романов Деймос Ада Вада Алексей Пославский Амия Симп Андрей Сибиркин Армии Вульф Сайрус Грим Дейган Дергей Дмитрий Артёмов Дмитрий Савин Дригаадан Гарон Ева Шелли Грегор СДР Ган Стот Хемик Айэмми Кулевский Сергей Мэдлин Эшер Мета Зашквар Мистер Эс Натан Коваленко ОНИС ПСП Псайкер Рэм Семён Ельцов Шаман Шапкес Шимио Мотора Смэлс Лайк Э Фокс Сноумейс Танчик Тони Куцевич Викрут Зе Платикус ВД-40 Де Гройл Эмпти Чайлд Мракобес Одиннадцать О-12 О-12О Релоудет 0-6-1 Александр Зинько Александр Тюрин Алексей Головатюк Антон Ленский Антон Назаров Артём Калиновский Валерий Михалапов Виталий Верещагин Виталий Маркульчак Владимир Викторов Глеб Гринёв Григорий Илнисойд Дмитрий Гусаров Дмитрий Карорин Иван Тренихин Илья Малахов Ирина Крысина Ирина Тендер Максим Тарицын Олег Килзекат-М Роман Слепнёв Сергей Вагабов Сергей Тидва Слава Татиев Темный Волк Эдуард Матченко Ричтер Денис Киллер Теодора Ейки Чил Каев Канискас Рэнди Киннер Алексей Антонов Столин Панда А на этом всё Не живите одной жизнью А живите многими До новых встреч!